То, что еда поистине шикарна, другие факторы, необходимые для такой цены практически отсутствовали. Только с этим он осмелился требовать 100 000 долларов за еду. Кроме того, в этой еде было только одно блюдо. Ладно, тогда я первым внесу депозит в 1 миллион долларов. Но что мне сделать, перед приездом? Я хочу супер насыщающую еду, приготовленную лично для меня. Неожиданно для всех, Люд Зеюнь был тем первым человеком, что сделал шаг вперед и спросил. Нет проблем, просто позвони мне, прежде чем придешь. Бэйфэн задумчиво глянул на Люд Зеюня. Кто бы мог подумать, что этот парень настолько богат? Какой у вас номер счета? Я передам деньги сразу. Люд Зеюнь чувствовал, что мог бы без затруднений оплатить счет на месте. Вскоре после того, как он дал номер своего счета Люд Зеюню, телефон Бэйфэна высветил сообщение об успешном переводе денег. Я также сделаю предоплату на 5 миллионов. Чжан Бэйюнь был человеком, который заговорил следующим. Что? Старый Чжан, когда ты стал таким щедрым? Решение Чжан Бэйюня потрясло Хуан Линя. Ок. Бэйфэн был немного озадачен. Богатые были слишком своевольными. Он быстро продиктовал свой номер счета Чжан Бэйюню. Однако у меня есть пожелание. Чжан Бэйюнь не перечислил деньги немедленно. Вместо этого он повернулся и серьезно посмотрел на Бэйфэна. Какое? Бэйфэн спросил беспечно, не собираясь отклонять его просьбу. Я надеюсь, что вы можете продать мне этот артефакт, котел в вашем дворе. Блестящая искра вспыхнула в глазах Чжан Бэйюня, когда он высказал свое пожелание. Закончив говорить, он пристально посмотрел в лицо Бэйфэна, надеясь поймать хоть какие-то признаки изменений. Однако Чжан Бэйюнь был разочарован. Мальчик выглядел совершенно невозмутимым. Даже малейшая рябь не появилась на его лице. Ау, в этом случае вам не нужно вносить деньги. Котел не продается. Бэйфэн был раздражен. Этот старик действительно не так прост. То, что он был старой лисой, выяснилось только в конце дня. Говорил так много, а его истинный мотив – это мой котел. Но я действительно должен аплодировать этому старому лису за его великолепное зрение, которое заметило настоящее сокровище. Подумал Бэйфэн, прищурив глаза. Молодой человек, вы не собираетесь сначала выслушать мое предложение? Чжан Бэйюнь был в шоке. Он не думал, что Бэйфэн отвергнет предложение так прямо. Но когда он успокоился и снова подумал об этом, ему пришло в голову, что это может быть частью уловки, чтобы заманить его глубже в ловушку и выпотрошить, как беспомощную добычу. Зная его интерес к котлу, как только его поймают, другая сторона могла легко отжать с него столько денег, сколько захочет. Не интересует, Бэйфэн холодно прохрепел, заставляя Чжан Бэйюня вспыхнуть. Был бы он на 20 лет моложе, он бы давно сделал этого сопливого щенка. Не спешите отказываться. Если вы продадите мне этот котел, я дам вам 30 миллионов долларов. Американских долларов. Через силу выдавил из себя Чжан Бэйюнь. Я не верю, что тебя не сдвинет с места 30 миллионов баксов. Тебе просто нужно кивнуть головой, и ты можешь получить богатство, которое обычные люди даже не могут себе представить, чтобы собрать за всю свою жизнь. Давай, не будь как сопливый ребенок, ну как ты все еще можешь быть настолько упрямым. 30 миллионов уст. И Хуан Линь, Иван Зянь задохнулись, когда услышали сумму и повернулись, чтобы посмотреть на большой котел, стоящий во дворе. Игги, а ведь этот старый ублюдок действительно может столько потратить. Я знаю, что он не тот, кто потеряет сокола, пока не увидит зайца. Похоже, я действительно недооценил ценность этого котла. Подумал Хуан Линь. Святая корова Уцуаня. Этот котел стоит столько денег. Ван Зянь не мог не выругаться. Эта сумма денег при конвертации в Женьминьбе равнялась примерно 100 миллионам китайских долларов. Такая большая сумма денег. Если бы она была депонирована в банк, этого было достаточно, чтобы человек жил в комфорте всю оставшуюся жизнь. Не продается. Ответил Бэйфэн с таким же бесстрастным выражением, заставив всех стариков почувствовать внезапное желание прибить его на месте. Ей кратко и попугай. Это нелогично. Жан Ба Юнь не смог сохранить самообладание. Как мог такой старый лис, как он, не понять, что Бэйфэн действительно не хотел продавать котел. Помимо краткого момента, когда он, казалось, мысленно решался, лицо Бэйфэна оставалось спокойным. Хреново, похоже, мне действительно не суждено получить этот котел. Жан Ба Юнь уныло покачал головой и тяжело вздохнул. 30 миллионов долларов США уже были пределом того, что он мог предложить. Но каким решительным и непоколебимым был молодой человек. Маловероятно, чтобы он мог купить у него котел, даже если он предложил бы больше денег. Молодой человек, такое редкое сокровище не следует держать здесь, чтобы собирать плесень. Он не должен стоять в таком месте, на склоне горы, в качестве кухонной посуды. Шедевр, подобный этому, заслуживает того, чтобы его с гордостью показывали, а публика восхищалась. Искренне сказал Жан Ба Юнь. В тот момент, когда его предложение в 30 миллионов долларов было непреклонно отклонено, он больше не надеялся получить котел. Будучи старшим сотрудником, который провел почти всю свою жизнь, занимаясь бронзовыми артефактами, Жан Ба Юню действительно больно было видеть национальное достояние как предмет, в котором готовит пищу. Я знаю, что его ценность выше, чем вы думаете. Этот котел может максимально эффективно использоваться только в моих руках. Ба Фен был даже немного тронут советом Жан Ба Юня. Он решил ответить тоже искренне. Ай-яй-яй, какой многообещающий мальчик, но нет смысла, если его нельзя ничему научить. Слова, которые звучали так серьезно для Ба Фена, были чрезвычайно раздражающими в ушах Жан Ба Юня. Что вы подразумеваете под котлом, который будет максимально эффективно использован в его руках? Были ли все его слова произнесены с хорошим пониманием или просто пустым звуком? Может быть, этот чертов ребенок все еще собирается использовать антиквариат, как посуду для тушения мяса? Ба Фен не стал больше отвечать ему. Не было смысла спорить с этим стариком. Поскольку с самого начала у них были чрезвычайно разные взгляды, ему не удалось бы убедить того. Хотя Ба Фен почувствовал легкую душевную боль от сорвавшейся сделки. Это были 30 миллионов долларов США. С таким алчным характером, как у него. Отказаться от такого предложения было все равно, что отрезать кусочек плоти от собственного тела. Но Ба Фен ничего не мог с этим поделать. Он чувствовал, что медицинский котел гораздо важнее, чем деньги, которые можно было заработать. Старый партнер, кажется сегодня тот день, когда вам придется понести потерю. С самого начала я заметил, что с тобой что-то не так. Не мог бы ты рассказать нам об этом котле? Хуан Линь похлопал своего друга по плечу и засмеялся. Ван Цзянь тоже навострил свои уши. Ему также было очень любопытно узнать, что было особенного в этом котле. Вы все слышали о прямоугольном Денге Хаумууу из династии Шан Исэм? Фото? Чжан Ба Юнь не ответил на вопрос, но вместо этого спросил сам. Конечно, я слышал об этом. Как кто-то не может знать об этом знаменитом национальном достоянии? Хуан Линь только закончил отвечать, как внезапно задохнулся и обернулся в шоке. Вы говорите, что этот котел и квадратный Денг. И Хуан Линь, и Ван Цзянь были потрясены и недоверчиво смотрели на Чжан Ба Юня. Следует знать, что прямоугольный Денг Хаумууу предположительно хранился в Национальном музее Китая и считался бесценным сокровищем. Хуже, еще хуже. Этот котел, по-видимому, намного превосходит прямоугольный Дингхаумову по каждому параметру. Если будет доказано, что это настоящий артефакт, коллекционеры всего мира будут сойдут с ума. Джан Ба Юнь страстно рассказывал, указывая на большой котел. Но даже когда его сердце закипало от волнения, всякий раз, вспоминая ответ Баифына, он угасал. Баифын молча стоял в стороне, наблюдая, как группа что-то горячо обсуждает. Хотя он не знал, о чем они говорили, что случилось с прямоугольными котлами и народными сокровищами. Он все еще понимал, что большой котел для медикаментов в его дворе был каким-то очень значительным имуществом. Глава 86 Да, неудивительно, что вы готовы предложить 30 миллионов долларов США. Этот предмет действительно неоценимо важен. Хуан Линь покачал головой и вздохнул. Кстати, маленький босс, может быть, причина высокой стоимости вашей еды кроется в том, что вы добавляете стоимость готовки в этом большом котле. Хуан Линь внезапно обернулся и спросил с каким-то странным выражением на его лице. Такое драгоценное сокровище использовалось этим маленьким боссом в качестве горшка, чтобы тушить суп. Если бы кто-то другой заполучил что-то подобное, он бы точно спрятал его подальше и тщательно заботился о нем, боясь даже трогать. Вообще нет, цена вполне оправдана в соответствии с критериями оценки моей совести. Бэйфен не собирался признаваться ни в чем и вместо других пояснений поднял подбородок, как самый почетный владелец ресторана в мире. Наивные, вы думали, что я собираюсь рассказать вам, что это котел на самом деле выполняет всю работу? Бэйфен мысленно засмеялся. Честно говоря, цена 100 000 юани действительно может считаться довольно этичной ценой. Есть ли еще кто-нибудь, кто продает пищу, содержащую такую высокую энергию? Прим. Ред. Как поняли, тут китайские доллары, юани. Для простоты теперь переходим именно на них, потому как начали встречаться американские доллары, и это путает. Каждый раз, когда котел использовался для приготовления пищи, лекарственная сущность становилась менее плотной. Естественно, такая высокая цена была оправдана, не говоря уже о вкусе. Если бы обычный человек регулярно употреблял еду, приготовленную в лечебном котле, в течение определенного периода времени, у него пропали бы проблемы со здоровьем, он был бы свободным от всех болезней и недомоганий до самой смерти. Забудем о сказанном раньше, я тоже хочу разместить депозит в 1 миллион. Я, по крайней мере, смогу рассказывать другим, что ел пищу, приготовленную в подобном сокровище, пробормотал себе Хуэн Линь, передавая деньги на счет Байфына. Только Чжан Байюнь не внес депозит. Он с трудом встал и отошел в сторону, бросая по сторонам взгляды, полные тоски по большому котлу. Это моя визитная карточка. Если вы когда-нибудь передумаете и захотите передать котел кому-либо другому, вы можете позвонить мне. Мы все еще сможем поговорить о цене. Чжан Байюнь выглядел так, как будто его вели к месту казни, оборачиваясь, чтобы посмотреть на котел каждые несколько шагов, не в силах с ним расстаться. Что касается вопроса о сообщении об открытии национального сокровища властям, Чжан Байюнь и остальные даже не рассматривали такой наивный вариант. Они поднялись до своего нынешнего состояния снизов. Кто из присутствующих стариков мог честно коснуться своего сердца и сказать, что все их действия были полностью чистыми и незапятнанными? Хо, неплохо, я получил еще 2 миллиона юаней. Отправив гостей, Байфын лег на живот на кровати, глупо усмехаясь и глядя на баланс счета в своем мобильном телефоне. Его глаза почти приняли форму символа. Заработать кучу денег было его серьезной мечтой с тех пор, как он себя помнит. Даже сейчас его стремление к совершенствованию и получению большей силы было единственным чувством, которое превосходило его жадность к деньгам. В детстве Байфын считал, что иметь деньги – самое главное, чтобы чувствовать себя в безопасности. Но сейчас он чувствовал большую уверенность в своих силах и знал, что только самая большая личная сила является самой надежной вещью в мире. Весь день он ничего конкретного не делал. Этот день проскользнул для Байфына неосознанно. Байфын рано встал на следующий день и надел белоснежную тренировочную одежду, прежде чем отправиться на гору. Тренировочная одежда была простой, и на ней не было узоров. Рукава были длинными и широкими, а сам халат обнимал тело, но в то же время был немного свободным и идеально подходящим ему. Неплохо. Помимо цены на дорогой материал, все остальное в этих дорогих предметах – хорошо. Но, кроме ценника на дешевом товаре, все остальное в нем – дерьмо. Байфын махнул рукой, удивляясь приятному ощущению в теле. Неизвестно, из какого материала был изготовлен тренировочный халат, но он был очень легким и воздушным, как будто на нем ничего не было. К тому времени, когда Байфын в конце концов поднялся на гору и добрался до скалистой платформы, три мистика уже были там. Каждый из них погрузился в свое собственное обучение, серьезно изучая малую технику дыхания света. Мгновением позже Байфын открыл глаза и очнулся от медитативного состояния. К его изумлению, он понял, что его прогресс в технике дыхания на самом деле не остановился. Хотя он все еще оставался на пике малого свершения, парень обнаружил, что оттенок фиолетового в солнечных лучах, которые он поглощал, увеличивается с каждым днем. Байфын не понимал, что такое пурпурный луч. Он исчезал в тот момент, когда входил в его тело, и как бы Байфын не пытался его обнаружить, он не мог найти ни малейшего его следа. Думаю, он не должен быть чем-то вреден для моего тела. Хотя он не знал, что такое пурпурный луч, но сравнивая его с золотыми солнечными лучами, он чувствовал, что это что-то хорошее. На склоне лесистого холма была группа людей, мчавшихся с невероятной скоростью. У каждого из них были необыкновенные способности. Казалось, для них совершенно не существует препятствий на пересеченной и неровной горной тропе, и они ее пересекли, как плоскую. «Капитан, какие данные по этому парню?» – спрашивал Люцин с любопытством, глядя на долговязых мужчин. Он военный практик из маленькой страны Юго-Восточной Азии, и он довольно искусный. В досье говорится, что он находится на пике уровня Темного Цзин. Он якобы уже недалеко от прорыва до уровня учителя в развитом цзинском царстве. Люцзи один был серьезен, но немного взволнован. Перед ним был эксперт на пике Темного Цзин. Его рука бессознательно переместилась, чтобы прикоснуться к двухметровому луку на спине. Хе. Неважно, какое у него досье. Он совершил такое ужасное и кровавое преступление, даже если он убежит на край земли, мы все равно притащим его к нам. Молодой человек, около 20 лет, с короткими, колючими волосами, коротко фыркнул. Его зрачки опасно мерцали, когда он говорил, заставляя всех, кто слышал его слова, невольно вздрогнуть. Было очевидно, что этот молодой человек обладал большой силой. Его аура не сдерживалась, и его слова и тон излучали сильное чувство уверенности в себе. Нан Тиан не стоит недооценивать противника. В конце концов, он является экспертом пика Темного Цзиня и, вероятно, всего лишь в нескольких шагах от достижения развитого Цзин. Я не хочу, чтобы меня терзали потом из-за твоей небрежности и в итоге, мне пришлось бы убирать еще и твой труп со сцены. Холодно предупредил Джин Ронг, хех, не нужно беспокоиться обо мне, побеспокойся лучше о себе. Всего-то и хлопот будет, чтобы попросить меня вернуть труп назад, крикнул Нан Тиан в ответ. Они оба были вице-капитанами этого отряда. Капитан Люцзе вскоре должен был стать командиром другого подразделения, и должность капитана займет один из них. Два Нан Тиан и Джин Ронг с трудом терпели друг друга и использовали малейший шанс, чтобы посмеяться над другим. Ладно, достаточно, наша цель теперь как загнанный зверь, у которого нет выхода. Мы должны быть осторожны и все будет хорошо. Пойдем быстрее. Люцзе прервал их, нахмурив брови. Нан Тиан и Джин Ронг холодно фыркнули и отвернулись друг от друга, их тела устремились вперед с еще большей скоростью. Махмуд имел вид чрезвычайно жалкий. Его глаза были глазами чудовищного зверя, безумно двигаясь в его глазницах, когда он осматривался. Всякий, увидевший его, убежал бы, дико визжа. Махмуд чувствовал себя крайне обиженным и несчастным. Из-за простого убийства трех семей? Зачем вообще поднимать такой шум и посылать за ним столько людей? Так уж сложилась ситуация. Махмуд, который провел большую часть своей жизни в Юго-Восточной Азии, решил для себя, что Китай – хорошее место и там много интересного. Он решил пробраться в страну, чтобы повеселиться. Два дня назад, сильно пьяный, Махмуд обнаружил, что красивая девушка, живущая по соседству, возвращается домой. Под воздействием алкоголя он силком ворвался в ее дом. После жестокого насилия над девушкой он убил ее мужа и родителей. Не в силах перенести унижение, девушка откусила язык и стекла кровью рядом с мертвой семьей. Соседи пришли, услышав крики, и были убиты красноглазым Махмудом. Так началась трагедия Махмуда, когда полиция объявила его в розыск и послала офицеров найти его и арестовать. Махмуд был очень силен и полицейские были бессильны против него. В конце концов два офицера были принесены в жертву, что вызвало такой гнев больших шишек от отдела общественной безопасности, что они сами почти вскрыли себе вены в гневе. Несколько команд сил особого назначения были немедленно посланы, чтобы выследить его. Несмотря на чрезвычайную силу, Махмуд оставался весьма уязвимым для пуль. Поэтому он был вынужден быстро сбежать, как бездомная дворняга. Если бы он не умел скрываться под покрытием густого леса, его бы давно подстрелили. Используя ландшафт, Махмуд чувствовал себя, как рыба, выпущенная в воду, и легко избегал преследования сил спецназначения. Он даже вернулся и убил несколько своих преследователей. Эти ребята давно засветились. Они слишком примитивны и не смеют продолжать идти за мной. Махмуд высокомерно усмехнулся. Плевать, что это Китай, и это одна из сверхдержав. Я хожу и делаю, как мне нравится. Шо. Пока он так мечтал, за его спиной внезапно раздался резкий, пронзительный звук. Махмуд содрогнулся и в тот же миг уклонился. Пуф. Прямая стрела из титанового сплава прострелила левую руку Махмуда, унося с собой большой кусок мяса. Один Телин. Лю здесь отличается. Они не связаны Люцин против Люцзе Двайетин. Возможно, они лейтенанты, но слово, используемое здесь, не военное звание, а просто, это, вице-капитан. Глава 87. Острая и мощная стрела пробила насквозь руку Махмуда и воткнулась в ствол огромного дерева недалеко от него. Более половины стрелы вошло в ствол древа, которое было такое большое, что мужчина мог охватить его руками. От стрелы на поверхности остался торчать только хвост, который все еще дрожал. Ах, моя рука. От удара Махмуд рухнул на спину. Когда он схватился за руку, то закричал от боли. Большая и уродливая рана разошлась от его левого плеча до самой кисти руки. Его левый бок был опущен в сторону, и левая рука бесполезно болталась рядом с ним. Мышцы на этой руке были полностью разорваны на две части. Из раны вытекло огромное количество крови и он почувствовал сильный озноб. Если бы Махмуд не отреагировал достаточно быстро, эта стрела пронзила бы ему сердце. Господи, я же не умру здесь, как я могу просто умереть? Я должен вернуться в свою страну. Да, мне обязательно нужно вернуться. Махмуд уже сожалел о своих поступках. Он никогда не должен был проникать в Китай. Его жизнь в Юго-Восточной Азии была комфортной и ненапряжной. Даже если, время от времени, он и убивал несколько человек, никто его за это не преследовал. Пересиливая себя и превозмогая боль, Махмуд вскочил на ноги и пару раз безжалостно ткнул в пятно на израненной руке. Сразу же скорость потери крови значительно уменьшилась. Тем не менее, кровопотеря продолжалась. Из-за большой потери крови тело Махмуда было очень напряжено, когда он кинулся в джунгли. Че, как жаль. Еще немного, и я бы его сделал. В 500 метрах Люцзе со вздохом положил свой двухметровый лук. Неясно, из какого материала он был изготовлен. С первого взгляда лук, похоже, был вылеплен из рога какого-то животного, но был чрезвычайно прочным. Даже с огромной силой Люцзе, он мог оттянуть тетиву лишь до трети от ее максимального натяжения. Как и ожидалось от эксперта на пике темного цзин, его интуиция в отношении опасности была действительно очень высока. Казалось, он просто отвлекся всего на долю секунды, но ему все же удалось избежать смертельной травмы. Люцзе повесил длинный лук на плечо и погнался за добычей. Со временем расстояние между ними стало быстро уменьшаться. Помимо того, что Махмуд был тяжело ранен, ему нужно было уворачиваться от ужасающих стрел. При таких обстоятельствах он вообще не мог увеличить свою скорость. Ха-ха. Небеса всегда оставит путь для отчаянного. Даже такой специалист, как Махмуд, начал терять надежду, видя, что группа Люцзе, находившаяся всего в 100 метрах от него, перекрыла ему пути отхода. Но ему повезло, впереди были другие люди. В тот момент Махмуд вспомнил высказывание, знаменитое в Китае. Игнорируя свои раны, он заставил себя увеличить скорость на целый порядок. Сяву, как далеко мы от того места? Люцзе обратился к юноше, лет 20, рядом с ним. Мы почти достигли не более 400 метров. Сяву поднял руку и посмотрел на устройство на запястье. Чтобы у Махмуда не было возможности убежать, Люцзе и остальные разработали подробный план преследования, чтобы в определенном месте загнать его в смертельный угол. Плохо. Капитан, впереди несколько гражданских лиц. Обогнув предательскую пропасть, Люцзе, который шел первым, увидел ситуацию впереди. Что, бог мой? Почему в таком отдаленном месте есть случайные люди? «Поторопитесь и остановите его!» Вскричал Нантиан. «Мы должны остановить его!» В противном случае мы вернемся с этой дикой охоты на гусей с пустыми руками. Люцзе не обратил внимания на тон Нантиана. Вместо этого он тут же потянул длинный лук со спины и приготовился. Затем он вытянул метровую титановую стрелу из своего колчана и наложил ее на тетиву. Поставив левую ногу на землю и правую ногу на лук, Люцзе схватил тетиву обеими руками и потянул. Мускулы всего его тела вздулись от напряжения, а на его шее и на руках показались синие вены. Сочетание всех четырех конечностей дало беспрецедентную силу. Ка-ка. Вместе со странными скрипучими звуками длинный лук медленно раскрывался. В этот момент Махмуд уже был в 20 метрах от группы Байфына. Уже через один вздох или через две секунды он был бы среди группы. Пошел. Длинный лук был оттянут на пятую часть его длины и вместе со всей силой в теле Люцзе и надеждой в его сердце. Мощная стрела была отправлена в воздух в направлении Махмуда. Полет стрелы можно было описать не таким уж и большим количеством слов. Если бы кто-то описывал это одним словом, это было бы молниеносно. Она летела так быстро, что можно было видеть только след, который тянулся за ней. Такое зрелище действительно заставило бы вас задохнуться и задуматься. Стрела, подобная этой, была быстрее или медленнее пули. Должен попасть. Все зависят от этой стрелы. Все затаили дыхание, наблюдая, как стрела летит по воздуху. Все они горячо молились, что этой стрелы будет достаточно, чтобы убить Махмуда. Плохо. Махмуд все время опасался этой стрелы, но когда она действительно прилетела, он обнаружил, что его скальп болит, а лицо бледное. Используя всю свою силу, он едва успел наклонить голову. Мощная стрела просвистела мимо того места, где раньше была его голова, скользнув мимо щеки. Это было только небольшое касание, но длинная кровавая линия сразу же появилась на его лице. Ах, черт. Я вас всех урою. Закричал Махмуд в ярости, не прекращая движение. Напротив, его скорость увеличилась. Здесь четыре человека. Я поймаю одного из них наугад. Таким образом, они пощадят крысу, чтобы спасти вазу. Один Махмуд посмотрел на четырех человек на скалистой платформе. Три взрослых и маленькая девочка. С его больной природой он обычно ходил за девочкой в сто процентов случаев. Но с паком гонщих на хвосте Махмуд не собирался рисковать и просто схватил ближайшего к нему человека. Не двигай даже пальцем, иначе ты умрешь. Махмуд выкрикнул фразу на ломаном мандарине со странным акцентом. Обхватил ладонями шею Байфына, а два острых ногтя уперлись в его еремную вену. Махмуд, прекратите сопротивляться, вы не сможете убежать. Люди и остальные тоже подбежали. Ха-ха-ха, бросить сопротивляться? Должен ли я также лечь на землю и ждать, пока ты меня убьешь? Лучше не делай ничего опрометчивого, или этот человек мертв. Босс, мистик один и остальные, наконец, отреагировали на ситуацию. Грива грязных волос была распущена над кровавым лицом Махмуда. Вместе со своим маниакальным смехом и странным способом речи он казался злым духом, который только что вышел из ада. Белди, мы были так близки к успеху. Откуда, черт возьми, взялась эта группа идиотов? У Людзи и других было чрезвычайно ужасное выражение на лицах. Их чувства были теми, которые переживает зачуханная вульгарная собака. Быстро, дайте мне вертолет, который сразу же доставит меня в аэропорт. Я лишь хочу возвратиться в Юго-Восточную Азию. Как только я буду там, у нас не будет причин вредить друг другу. Махмуда был, как сумасшедший. Он был похож на загнанного в угол тигра, а его тело источало запах опасности. Он действительно боялся. Если бы ему удалось выбраться из этой ситуации, он никогда не вернулся бы в Китай снова, никогда в жизни. Капитан, что нам делать? Намтиан обернулся и посмотрел на Людзи, у которого было столь же противоречивое выражение на лице. Может быть, мы должны позволить ему уйти? А как же люди, которых он убил, как они смогут спокойно уйти на покой? Но если мы ударим, этот человек наверняка будет мертв. С такой непосредственной близостью и против эксперта темного Цзин у меня нет уверенности в спасении этого парня. Людзи задумался. С одной стороны, у него были семьи погибших офицеров и убитых гражданских лиц. Но, с другой стороны, перед ним есть живой человек. Капитан, мы не полиция. Наша цель – Махмуд. Чем нас связывают другие жизни? Холодным голосом предложил Цзин Рон. Ни за что. Ни за что. Пока остальные колебались, Людзи и Люцин отвергли эту идею. Один етын. Китайская идиома. Это означает избегать удара с полной силой, или вообще, из-за вероятного побочного ущерба потерь, что обычно было бы хуже, чем выигрыш. Глава 88. Перестаньте шушукаться. Мое терпение не бесконечно. Не вынуждайте меня сжать руку. Махмуд увидел, что группа что-то горячо обсуждает и внезапно заволновался. Капитан, я чувствую, что предложение вице-капитана Джин Ронга. Не нужно это обсуждать. Я не согласен с этим. Различные предложения от членов команды были немедленно отклонены Людзи. Одно дело, если такие вещи случались в его отсутствии. Но наблюдать собственными глазами за тем, как невинный человек стал заложником и игнорировать это. Нет, это не то, что он мог допустить. Людзи считал, что забота о своих соотечественниках – это ответственность каждого китайца. Возможно, некоторые могут назвать его идиотом, но такие идеалы полностью характеризовали Людзи. Как он мог вынести то, что какой-то случайный иностранец пришел на его родину и угрожает его соотечественникам? Джин Ронг холодно хмыкнул в ответ. Поскольку решение принято, он больше не беспокоился о последствиях. Теперь капитан будет беспокоиться обо всем остальном. Махмуд. Убив так много невинных граждан моей страны, ты не сможешь убежать. Если отпустишь заложника прямо сейчас, я могу походатайствовать о твоем помиловании. Людзи сделал два шага вперед, пытаясь убедить Махмуда. Стоп. Не подходите ближе, или я немедленно убью его. Махмуд в панике закричал, наблюдая за попыткой Людзи приблизиться к нему. У него не было выбора, кроме как продолжать защищаться. Если бы он был на пике формы, какой-то Людзи не представлял бы угрозы. Но будучи пораженным стрелой и преследуемым так долго, он был слишком ослаблен и был не в силах противостоять этому парню. Я хочу спросить, вы ребята уже закончили болтать? Скучный голос выскочил из ниоткуда, заставив обе стороны переключить свое внимание и глупо посмотреть на юношу в объятиях Махмуда. Вот что за нервы нужно иметь, чтобы быть таким же смелыми, как этот ребенок. Людзи и остальные были озадачены. А вдруг этот парень все еще не понял ситуацию? Может быть, он думает, что мы снимаем фильм? Заткнись. Я убью тебя, если снова откроешь рот. Хорошо, мое терпение почти лопнуло. Эй, вы. Пошевелитесь и вызовите вертолет. Вот Махмуд почувствовал, что вены на его висках пульсируют. А тут еще этот проклятый пацан осмелился быть таким наглым. Я. Ты запачкал мою одежду. Знаешь, что это за вещь? Знаешь, сколько я потратил денег на ее заказ? Что мы будем с этим делать? А. Людзи собирался ответить Махмуду, но был прерван тем легким, скучающим голосом. Ах-ха, закрой рот. Еще одно слово, и я, твой папочка, клянусь богом, что убью тебя на месте. Сердце Махмуда пылало от страшной ярости. Его острые ногти до такой степени плотно прижались к шее Байфына, что кожа заметно продавилась внутрь. Маленький брат, мы здесь не снимаем кино. Пожалуйста, прекрати разговаривать. Молчи и соглашайся с ним во всем. Я обещаю, что мы не позволим ему причинить тебе вред. Людзи не хотелось, чтобы Махмуд еще больше разозлиться. Он поспешно вытянул руку и предупредил Байфына, надеясь, что тот просто заткнется. Хорошо, пожалуйста, держи себя в руках. Я соглашусь со всеми твоими условиями и немедленно вызову вертолет. Этот парень действительно этого хочет? Байфын казался крутым перцем, когда повернулся к Людзи и спросил у него мягким тоном. Его новенькая тренировочная одежда была местами забрызгана кровью. Большое пятно алой крови на его белоснежном халате было особенно оскорбительно для глаз. Да, все верно. Твой папа, я тот самый разыскиваемый беглец, который убил десятки китайских мирных жителей, таких же, как и ты. О, а еще немало полицейских приходило ко мне за смертью. Что насчет этого? Разве я до сих пор не освобожден от этих послушных щенков? Так что, можешь заткнуться и дрожать от страха, или я не уверен, что эти острые ногти не пронзят твое горло при следующем звуке. Махмуд действительно достиг предела своего терпения. Ему казалось, что ситуация может в любой момент разразиться смертельным исходом. Ой, так какого черта вы все еще ждете? Углы губ Байфы наскривились в насмешливой улыбке. Он не дал Махмуду ни шанса, чтобы отреагировать, прежде чем яростно отправить свой локоть в живот мужчины. Па-бам-бам. Раздался тупой звук и тело Махмуда свернулось, как отваренная креветка. Скрюченным он оставался даже тогда, когда пролетел по воздуху несколько метров, как будто его ударил ускоряющийся поезд. Идиот, который не может отличить жизнь от смерти. Вперед. Байфын подозвал трех мистиков. Как только та сволочь закончила свое предложение, Байфын уже приговорил его к смерти. В этом отношении Байфын и Людзе были чрезвычайно сходны. Возможно, он не потрудился бы вмешиваться, если бы видел, что два китайца убивают друг друга. Но этот посторонний, который проник на его территорию и убивает жителей. При этом, хвастаясь, называя это спортом. Нет, это не было тем, что он мог принять. Байфын бросил ленивый взгляд на иностранца, который лежал на земле на расстоянии более чем в 10 метров. Он не потрудился идти и проверять, жив ли он. Если тот не умер после такого удара, он действительно не знал, что сказать. Что за хрень это трюк? У них должны быть где-то стальные тросики, правильно? Как такое может быть? Людзе и остальные смотрели широко открыв глаза и рты. Что это было? Пацан просто запулил человека более чем на 10 метров толчком локтя. Кровавые апельсины в ваших ризантемы, так улететь почти невозможно, даже если тебе повезло попасть под машину, движущуюся со скоростью 200 кмч, верно? Группа была в полном недоумении. Они вообще не могли понять ситуацию. Оказалось, что порядочный и спокойный мальчик был настолько жестоким и сильным. Бейфен нахмурился, глядя на свою окровавленную одежду. Хотя это не было какое-то чрезвычайно серьезное пятно, которое невозможно было удалить. Он не хотел носить что-то, что было запачкано чужой кровью. С легким вздохом он помахал трем мистикам, чтобы те последовали за ним с горы. Капитан, этот парень уже мертв, совсем мертв. Его грудная клетка и позвоночник полностью разрушены. Судя по тяжести удара, его внутренности, вероятно, тоже разбиты в кисель. Один из младших членов команды подбежал к Людзе после проверки тела Махмуда. Он определенно специалист. Возможно, что этот парень уже мастер развитого джин. Услышав отчет о состоянии Махмуда, Людзе и остальные посмотрели друг на друга, а в их сознании мелькнула пугающая мысль. Мистер, пожалуйста, задержись ненадолго. Людзе побежал к Байфыну, обращаясь к нему исключительно уважительно. Хэм, есть что-то, что еще вам нужно? А, может быть, вы, ребята, хотите возместить мне стоимость этого халата? Байфын посмотрел на Людзе с легкой улыбкой на лице. Не то, не то, мы просто хотели пригласить вас в участок с нами, чтобы записать ебароны. Кроме того, парень, которого вы убили, был разыскиваемым преступником, поэтому никаких проблем не возникнет. На самом деле, вы даже получите хорошую сумму денежного вознаграждения. Людзе поспешно объяснял, опасаясь, что Байфын рассердится и уйдет. На самом деле все разговоры о том, чтобы составить показания, были ложными. Истинная цель заключалась в том, чтобы записать профиль Байфына в свою базу данных. В конце концов, они никогда ранее не слышали, что здесь обитает такой опасный человек, как он. И все. Так как ко мне нет никаких претензий, я пропущу поездку в участок. Вы можете просто сами написать показания и передать вознаграждение на мой счет, когда закончите. Не заинтересованно ответил Байфын. Он бы предпочел избежать взаимодействия с полицией, насколько мог. Дело не в том, что он не любил полицию, просто он не хотел, чтобы кто-то вмешивался в его дела. В Китае было так много людей, но если кто-то действительно пошел бы и попробовал подсчитать, сколько человек захочет вступить в контакт с полицией лишний раз, он получил бы такой ответ. Без вынужденной необходимости, никто бы не захотел пойти в полицейский участок. О чем вы говорите? Вы обязаны сотрудничать с нами. Вы думаете, мы не можем поместить вас в тюрьму на несколько дней за превышение самообороны? Глаза Джин Ронга вспыхнули холодным светом, когда он посмотрел на спокойное лицо Байфына. Он был настолько раздражен его равнодушным поведением, что действительно сильно разозлился. Думаю, что вы сами только что сказали, что вы не полиция. И раз так, мне действительно интересно, как вы собираетесь арестовать меня? Что касается этого превышения самообороны, то есть ли у вас какие-либо доказательства? Тут Байфын с презрением посмотрел на Джин Ронга. Джин Ронг. Капитан, такого опасного человека нужно привести в штаб для составления подробного отчета. Может мы и не полицейские, но наша власть как элиты спецслужбы даже выше, чем у полиции. Что касается того, было ли это превышением самообороны, это, естественно, станет ясным после некоторого расследования. У Джин Ронга была насмешливая улыбка на лице, когда он неторопливо говорил, глядя на Байфына. Он совершенно не обратил внимания на позеленевшего капитана рядом с ним, которого только что прервал. Па-ха-ха-ха. Я умру от смеха. Вы, ребята, всего лишь из спецназа. А я-то думал, что вы люди, посланные правительством. Байфын бросил еще один насмешливый взгляд на группу, прежде чем уйти. Что касается Джин Ронга, он уже был отправлен на два метра назад толчком Байфына. Когда тот взлетел в воздух, из его рта выпало много окровавленных зубов и упало на землю, создавая ужасный звук, наполняющий утренние окрестности. Глава 89. Слова Байфына оставили Людзи и остальных с судорожно дергающимися ртами. Пристальные взгляды, с которыми они смотрели на Джин Ронга, были наполнены жалостью. Это был жуткий удар. Я думаю, что теперь половина его лица изуродована. Ха, какой заслуженный удар. Он еще даже не капитан, но так раздражающий дерзок. Точно, хождение этого товарища вокруг, с раздутым от гордости эго. Небеса номер один, земля номер два, и я номер три уже достали. Если не он, кто более достоин того, чтобы получить плюху. Это то, что среди людей называют злой человек, будет, естественно, замучен другим злым человеком. Он, конечно, больной товарищ, но тот мальчик еще более резок. Но почему я так доволен его действиями? Другие члены команды уже сформировали небольшой круг вокруг Джин Ронга, стоя рядом и обсуждая его восторженными мягкими голосами. Они давно были недовольны выходками Джин Ронга. Если бы не тот факт, что у него был хороший отец, как мог кто-то вроде него стать вице-капитаном, только присоединившись к команде. Капитан, какие будут наши дальнейшие действия? Нантиан обернулся и посмотрел на Людзи. Заслужил. Этот парень еще так молод, но вообразил, что он уже находится на уровне развитого Цзин. Даже если бы отец Джин Ронга пришел лично, ему все равно пришлось бы относиться к этому молодому человеку, как к равному. Этот идиот действительно думал, что каждый должен беспрекословно ему подчиняться, потому что у него хороший отец. Хорошо. Получить пощечину сегодня все равно лучше, чем быть убитым каким-то сумасшедшим ублюдком в один прекрасный день по своей глупости. Надеюсь, Джин Ронг сумеет запомнить этот урок. Людзи вздохнул от волнения. Хотя темный Цзин был только на один уровень ниже мастера развитого Цзин, можно без преувеличения сказать, что разница между ними была как между небесами и землей. Курс совершенствования боевого практика начинается со светлого Цзин. После успешного культивирования этого этапа, вы войдете на уровень темного Цзин. Тогда, если вы сможете идеально объединить эти два Цзин вместе и сформировать свое понимание, вы войдете в развитый Цзин. Мастер развитого Цзин может жить без каких-либо забот, потому что один такой мастер может свободно противостоять сотне людей. Даже если на него навалились бы десятки экспертов темного Цзин, это не имело значения. Даже если они были экспертами уровня пика темный Цзин до тех пор, пока они не привнесли в противостояние оружие, у этих экспертов была бы судьба быть избитыми. Но на основе системы культивирования, которую знал Людзи Бэйфэн был скорее практиком области светлый Цзин. Он просто шел по одном пути. Но, как говорится, все дороги ведут в Рим, и светлый Цзин был царством, которое позволяло человеку тренироваться, оставаясь на одном и том же пути. Бэйфэн не знал ни одного так называемого темного Цзин или развитого Цзин. Но он понимал, что необходимо тренировать свой единственный путь до конца. Вся кровь его тела и ци были такими же бурными, как бушующая печь, а его мышцы, плоти и кости были неизмеримо сильнее, чем у обычных людей. Тонкий слой его кожи был уже такой же жесткий, как у приж старой коровы. Когда оставшаяся группа наблюдала, как Бэйфэн и остальные исчезают вдали, Нантьян продолжал открывать и закрывать рот, как будто не знал, что сказать. Я знаю, что вы хотите сказать. Но как вы считаете, может такой молодой мастер Цзин вдруг появится из воздуха? Без поддержки могущественного мастера и громадного количества ресурсов, просто невозможно вырастить такого ужасающего монстра. Люцзе посмотрел на Нантьяна и торжественно покачал головой, указав тем самым, что вопрос стоит закрыть. Тогда, что насчет Джин Ронга? Особо не нужно заботиться о нем, если он все еще не сможет ничего понять после этой пощечины и вместо этого решиться на месть, мы позволим этому быть. Огонь в городских воротах также является бедствием для рыбы во рвах. Ни одна из сторон не может быть оскорблена. Давайте не будем участвовать в их ссорах. Один Люцзе был доволен Нантьяном. Будучи иногда немного глупым, он был молодым человеком, который уже мог взять на себя тяжелые обязанности. Поэтому Люцзе потратил время, чтобы немного посоветовать ему. Эм, я понял. Нантьян кивнул. После этого команда собралась и быстро очистила место пришествия. Унося труп Махмуда и бессознательного Джин Ронга, группа вскоре исчезла со склона горы. Бэйфен был в скверном настроении. Он только что впервые надел свою новую тренировочную одежду и уже был вынужден отказаться от нее. Одев всего раз, когда Бэйфен и остальные вернулись в старый особняк, из кухни уже доносился аппетитный аромат. Неужели Бэйсян действительно проснулся так рано сегодня? Бэйфен был немного удивлен. Бэйсян обычно не вставал до 8 или 9 утра. Фактически, он казался скорее молодым мастером, а не слугой. Но он только слегка удивился и больше не обращал на это внимания. К тому времени, как он принял душ, Бэйсян закончил готовить кашу в горшке. Нежное вареное мясо гигантской саламандры было мелко измельчено в фарш и добавлено в кашу для тушения. Прямо перед тем, как каша была готова, несколько кусочков овощей были добавлены для более свежего вкуса, с небольшим количеством соли, чтобы завершить блюдо. Если кашу есть вместе с домашними маринованными овощами Бэйфена, это вкусно и аппетитно. Хотя блюдо не было таким же хорошим, как когда оно было приготовлено в медицинском котле, блюдо по-прежнему сохраняло уникальный аромат. После завтрака его настроение значительно улучшилось и Бэйфен возобновил свою роль крутого руководителя, небрежно прогуливаясь и интересуясь у Мистика 2 и Мистика 3, как они моют посуду. Ах, погода сегодня действительно неплохая. Это хороший день. Пробормотал Бэйфен, лежа в шезлонге и глядя на безоблачное голубое небо. В настоящее время ресторан принимает бронирование. Количество мест 4, а цена составляет 3200 юаней. Бэйфен вытащил свой мобильный телефон и отправил сообщение в группу гурманов. Быстрее, босс здесь. Те, кто хочет поесть, должны быть быстрыми и воспользоваться этой возможностью. Кто-то сразу отправил сообщение Явероне, мгновенно взорвав мертвую тишину в чате. Уаах, это реально. В последний раз после того, как остальные вернулись, они описали еду как небесную кухню, заставив меня почти умереть от голода, только от того, чтобы представить ее. На этот раз я должен действовать быстро. Ха, парень выше, ты вышел слишком поздно. Я уже отправил свой депозит. Так что, если вы отправили депозит, вообще-то не похоже на то, что босс выбирает участников по очередности подачи депозита. Всего за короткое время количество сообщений уже достигло плюс 99. Голова Бэйфена кружилась, когда он пытался догнать разговор. Пока он читал одно сообщение, появлялись еще 7 или 8. Бэйфен немедленно убрал мобильный телефон, плюнув на это. Эмм, как кто-то, кто прошел через все это, позвольте мне сделать вам предостережение. Частный ресторан Бэйфена находится в довольно удаленном месте. Дорога туда и обратно занимает, по крайней мере, 40 минут. Кроме того, нужно быть очень осторожными и побеспокоиться о своей безопасности во время еды. Чжан Цзюнь посмотрел на хаотичный чат и немного подумал, прежде чем отправить сообщение. Черт, это так далеко? В таком случае, я не собираюсь. Можно ли мои деньги вернуть назад? Что вы подразумеваете под побеспокоиться о своей безопасности? Может быть, это черная таверна? Есть ли дополнительные сборы, когда вы пытаетесь оплатить счет? Группа еще больше заволновалась. Я пошлю вам картинку, чтобы вы могли подумать о том, что я имел в виду. Чжан Цзюнь прокручивал фотогалерею своего телефона и вставлял ее в групповой чат. Хех. Малявки, пытаетесь драться со мной? Этого должно быть достаточно, чтобы отсеять часть желающих. Хехе. Я действительно достаточно умный. При этом мои шансы быть выбранным должны увеличиться. Чжан Цзюнь поставил свой мобильный телефон и затянулся сигаретой с видом томящегося эксперта. Теперь должно быть все правильно, позвольте ко мне взглянуть. Докурив сигарету, Чжан Цзюнь медленно поднял мобильный телефон и провел пальцем по экрану. Вау, какая милая лали. Правильно, мое сердце вот-вот растает от няшности. Братья, пожалуйста, оставайтесь спокойными. Это три года с возможностью смертной казни. Чего бояться, три года тюрьмы стоят того, да и смертная казнь. Невелика потеря. Не бойся, ты со мной, а я собираюсь заплатить за депозит сейчас. Э, что-то не так. Чжан Цзюнь был полностью сбит с толку. Все комментарии были только о симпатичной маленькой девочке. Отмотав переписку за полдня, он наконец нашел фотографию, которую опубликовал. Два сука. Я отправил не ту картинку. Чжан Цзюну хотелось плакать, но не было слез. Фотография, которую он послал, была просто восхитительной лали, сладко улыбающейся на камеру. Это была неправильная картинка. Это правильная. На этот раз Чжан Цзюнь не забыл проверить изображение несколько раз, прежде чем вставлять его в чат. На этой картинке Мистик 1 все еще сладко улыбалась в камеру, но разница заключалась в том, что ее ступня стояла на человеке. Черт, а эта картинка была профессионально обработана фотошопом. Нет никаких недостатков. Ха-ха, а правда, выглядит так реалистично. Это слишком весело. Бро, ты действительно классный в этих делах. Можешь мне помочь отфотошопить клевые изображения? Эта картина заставляет меня почувствовать странный восторг, по какой-то необъяснимой причине. Неплохо, неплохо. Сегодня ты действительно хорошо меня рассмешил. Рот Чжан Цзюнь был открыт настолько широко, что челюсть почти дошла до земли. Что, черт возьми, происходит? Один Тэлэн. Вы не можете избежать ответственности за свои действия. Етын. Есть и второе, более очевидное значение. По какой-то причине словарь говорит, что это не первичный, а вторичный. Посторонний человек тоже страдает, но несколько трудно сказать, какой именно используется здесь. Будут ли они страдать, как свидетели, если они вовлечены в дело, или что высокомерный парень будет мстить позже, если он собирается заниматься этим вопросом? Два Тэлэн. Это фигура речи, чтобы сказать долгое время. Это не означает буквально полдня. Глава 90. Пробужденный мистик 2. Чжан Цзюнь был на грани истерики. Он считал себя умным и пытался сократить количество людей, но вместо этого отправил неправильную картинку и привлек еще больше желающих зарезервировать место. Только небольшое число людей, которые почувствовали, что расстояние до ресторана было слишком велико, не присоединилось к желающим. А почему вдруг так много людей посылают мне деньги? Бэйфен безучастно взглянул на свой мобильный телефон. Сперва депозиты отправила только с десяток человек. Но прошло всего лишь короткое мгновение, и число людей взлетело, как гудящий гейзер, до цифры более чем 200 человек. Бэйфен выбрал четыре имени наугад и выложил результаты в групповом чате. Чжан Цзюнь испытал полное разочарование, когда прочитал короткий список имен. Он не знал, от чего чувствует себя более печальным, из-за того, что не сможет попробовать вкусную еду или из-за того, что не сможет увидеть Мистика 1. Правильно, Чжан Цзюнь был именно тем человеком, который увидев Мистика 1 в частном ресторане Бэйфена, сразу подумал о трех годах и смертной казни. Мистик 2, иди в деревню и принимай гостей. Увидев, что почти полдень, Бэйфен встряхнул Мистика 2, который бездельничал неподалеку. Ну почему это всегда я? Пробормотал Мистика 2 слабеньким голосом. Па, ты всегда говоришь больше остальных. Ответ Бэйфена пришел быстро и яростно. Проконтролировав силу, он раздраженно дал подзатыльник Мистику 2. Немедленно поумнев, Мистика 2 перестал перечить и поспешно убежал, как дым от дуновения ветра. Осталось еще много мяса, стоит ли увеличить число столов на сегодня? Бэйфен почесал подбородок и задал вопрос вслух, заходя в охлажденный подвал и глядя на остаток мяса измененной гигантской саламандры. Нет, стоит подождать, пока не получу другого демонического зверя. Немного поразмышляв, он наконец покачал головой. Хотя мясо измененной гигантской саламандры больше не было подходящей для него пищей, оно все еще имело довольно приятный вкус. Если его неудачные попытки рыбалки продолжатся и он не поймает свежего демонического зверя, прежде чем закончится мясо гигантской саламандры, то что он будет есть. Ишаша. Экстремальный арктический мороз появился в руки Бэйфена. Покачав его в руке, как квалифицированный мясник, он сделал два разреза на теле гигантского зверя. Жесткая кожа, все еще покрытая слоем льда, была абсолютно не способна остановить лезвие экстремального арктического мороза. Простыми легкими колебаниями острия был отделен большой кусок мякоти. За те три двести юаней за стол, Бэйфен, естественно, не стал доставать медицинский котел, чтобы приготовить мясо. Это было бы слишком неразумно. Используя большой кусок мяса, Бэйфен решил добавить в меню тушеное мясо гигантской саламандры. Он был чрезвычайно сосредоточен на этот раз. Это было его личным отношением, когда дело касалось кулинарии. Он приложил все усилия, чтобы гарантировать, что его кулинарные изделия будут сделаны настолько хорошо, насколько позволяли его кулинарные способности. Хоть его способности в кулинарии не были высоки, и не было чем хвастаться, он по крайней мере хотел сказать, что приложил все усилия. Если бы у других ресторанов был шеф-повар как Бэйфен, их бизнес давно бы свернулся. Не имеет значения, сколько усилий шеф-повар приложил при готовке, если у него нет умения, а еда имеет неприятный вкус. Если клиенты отказываются заплатить, ресторан может ожидать закрытия. Бэйфен осмелился так действовать, потому что пользовался высококачественными ингредиентами из системы мириады миров. Неважно, если еда выглядела ужасно. Все было хорошо, когда вкус прекрасен. На кухне раздались звон века и кухонной лопатки, а затем медленно поплыл потрясающий аромат. Вуф, ву-ву-вуф, ву-вуф. Два подростка, ненасытная и черная дыра, обычно исчезали на весь день и появлялись только тогда, когда приходило время поесть. Хорошо, хорошо, скоро все будет готово. Успокойтесь. Две молоденькие собаки взволнованно прыгали и практически ползали по его ногам, пытаясь встать на задние лапки. Их морды были едва выше, чем пич, но они продолжали пытаться встать прямо, как будто хотели заглянуть на готовящуюся еду в боке. Байфыну нужно было только мягко скомандовать один раз, и обе сразу сели возле него, как будто поняли слова. Боже мой, там действительно такой длинный горный путь, чтобы дойти до ресторана. Хорошо, что сегодня я не одела обувь с каблуками. Приблизительно 30-летняя мадам ворчала, когда шла по высушенной грязевой дорожке к особняку Байфына. Две барышни, идущие в стороне от нее, ничего не говорили. Они только время от времени жалобно смотрели на болезненные волдыри на своих ногах, а затем одаривали свирепым взглядом молодого человека, идущего перед ними. Было похоже на то, что они таким образом жаловались на длинный путь к этой стремной деревне ради одного приема пищи. Еда была уже почти готова, а шум и волнение со двора неуклонно росло. Двое маленьких волкодава лениво поднялись и свободно улеглись рядом с Байфыном. Поскольку на этот раз было всего четыре стола гостей, Байфын решил разместить их в декорированных столовых. Спустя короткое время после того, как все расселись, вышел Мистик-3, принес с собой несколько больших блюд и поставил их на столы. Он не произнос ни единого слова на протяжении всего процесса обслуживания гостей и сохранял выражение типичного зомби. Он просто был не в духе. Хотя этот Мистик-2 был прост головой, но его конечности были совсем непростыми. Его руки были такими же мощными, как у лошади, а тело было обвито мышцами. Первоначально Мистик-2 был тем, кому должна была быть поручена его текущая задача. Но каким-то образом этот идиот окончательно сообразил предстоящий объем работы и с огромными кулаками потянулся к Мистику-3. Мистик-3 быстренько отказался от всех мыслей о сопротивлении, когда посмотрел на мясистого ублюдка, приближающегося к нему. Он поспешно вызвался помощь Мистику-2 и пошел на кухню, выполняя всю работу за него. Черт бы побрал этого Мистика-2. Почему я в прошлом никогда не замечал, чтобы эта мясная голова была такой хитрой? Ну ничего, подожди, когда я превзойду тебя в силе, я буду бить тебя каждый день. Мистик-3 чувствовал себя подавленным. Он вдруг понял, что он слабый человек во всем особняке и никого не может победить. Бэйфен, естественно, отметил про себя действия Мистика-2, но ничего не предпринял. В любом случае, тому нужно было только выставить посуду. Подождите, официант, я бы хотел открыть бутылку вина. Из-за стола раздался мужской голос. За этим столом сидели две женщины и двое мужчин. Здесь мы не употребляем алкоголь. Мистик-3 обернулся к говорившему с темным выражением лица. Черт, они на самом деле приняли меня за официанта? Они действительно считают себя моими лордами. Если бы я не пытался развиваться, то пояснил бы, почему появляются красные цветы в местах удара. Тут Мистик-3 проклял всех в своем сердце и повернулся, чтобы уйти. Что за обслуживание? Они еще осмеливаются взимать плату в 3200 юаней за этот уровень. Кровавый яд, может быть, тебя обманули? Джоу Цан дымил, наблюдая, что Мистик-3 относится к нему, как к пустому месту. Он обернулся и посмотрел на парня, который привел их сюда. Брат Цан, это такой ресторан, они не держат алкоголя. Это моя вина, что я не рассказал об этом, но учтите, получить возможность попробовать здесь еду действительно нелегко. Я потратил много сил, чтобы забронировать нам места, объяснил Чинь Бачжун. Обеих девушек не волновал разговор. Они шептались и смеялись, обсуждая свои девичьи проблемы. Хаймым. Глупое правило. Хотя Джоу Цан все еще продолжал злиться из-за неотесанного официанта, он немного пригасил пыл, услышав объяснение. Бэйфын и остальные в это время были в гостиной, наслаждаясь собственным горшком с мясом тушеной гигантской саламандры. Единственным дополнением было то, что у них была большая миска с супом. Бэйфын сходил в комнату рядом и распечатал большой винный чан. Сразу же густой алкогольный запах рассеялся в воздухе и, конечно, распространился за пределы комнаты. Вино в чане было теперь немного золотистым и выглядело, как продукт высшего сорта. Подняв бамбуковый ковш, лежавший неподалеку, он окунул его в винный чан и зачерпнул чашку вина. Капли вина шелковыми струйками стекали по бокам бамбукового ковша, порождая чрезвычайно яркий блеск. Хайм, где-то рядом ароматное вино. Нос Джоу Цена от чая надернулся, как у возбужденного кролика. Алкогольный червь в его кишках чуть не пробился наружу, чувствуя запах вина. Какое это вино? Оно так пахнет. Это похоже на первозданный мутой, который хранился десятки лет. Я действительно пробовал вино мутой, но, кажется, оно немного уступает аромату этого вина. Джоу Цен был тем, кого можно назвать безнадежным алкоголиком. Но, конечно, он хотел бы думать о себе, как о знатоке прекрасного вина. Когда он пришел к дегустации вин, то уже был закаленным бойцом. Сказать, что он попробовал, по крайней мере однажды, все вино, и прекрасное и плохое, в стране, не будет преувеличением. Но на этот раз, оценивая запах вина, он действительно не мог ничего сказать о его происхождении. Глава 91. Дин, алкоголик, воры. Я так не могу. Услышав такой прекрасный запах вина, я не могу просто так сидеть здесь и не попробовать его. Джоу Цен резко поднялся и вышел из столовой комнаты. Брат Цен, куда ты? С недоумением спросил Чинь Бачжун. Еда уже здесь, а ты вдруг так резко ушел? Да, вы начинаете есть. А я собираюсь найти вино. Джоу Цен небрежно помахал руками в ответ, даже не оборачиваясь и продолжая идти. Джоу Цен вышел из комнаты и сразу увидел Байфына, выходящего из другой комнаты. Его глаза загорелись, когда он увидел винную бутыль в руки Байфына. Это вы здесь, босс? Да, а в чем дело? Ответил Байфын с некоторым раздражением. Босс, как насчет того, чтобы мы занялись небольшим бизнесом? Я куплю бутыль этого вина за 1000 юаней. Байфын слегка приподнял брови. Парень знает толк в прекрасных вещах. Не продается, ответил он мягко. Подожди, я увеличу ставку, хорошо, 2000. Я предлагаю 2000 юаней. Джоу Цен увидел, что Байфын отвернулся от него и поспешно подбежал к нему в панике. Предложение Байфын выслушал совершенно невозмутимо. Не продается, это лекарственное вино. Я могу пить его, но вы нет. Как это, лекарственное вино? Но даже если это так, я все равно хочу выпить. Сколько вы хотите? Назовите цену. Джоу Цен отказывался сдаться. Поставить чашку отличного вина перед алкоголиком и сказать ему, что он может только смотреть на нее, но не пить. Это сродни изуверским пыткам. Вы действительно хотите это выпить? Раздраженно спросил Байфын. Да. Джоу Цен решительно посмотрел ему в лицо. Хорошо, я дам вам его за 50 000 юаней. Байфын спокойно поднял пять пальцев. Как? Сколько? Почему бы тебе не пойти или не начать просто грабить? Джоу Цен несколько раз хлопнул себя по ушам, словно подозревая, что он услышал это неправильно. Байфын с самого начала озвучил смехотворную цену, чтобы избавиться от него. Он с презрением посмотрел на Джоу Цена. Тебе не нужно покупать его, если ты этого не хочешь. Я ведь не заставляю тебя. Тебе еще что-нибудь нужно? Если нет, я ухожу. Лицо Джоу Цена стало чрезвычайно уродливым, поскольку его цвет чередовался между странным оттенком зеленого и белого. Он наблюдал, как Байфын медленно уходил вдаль, но не двигался, чтобы остановить его. 50 000 юаней за бутыль вина. Джоу Цен не собирался терпеть такую потерю. Хэм. Джоу Цен повернулся и возвратился в столовую с холодным фырканьем. Хотя Байфын и хотел избавиться от Джоу Цена, но он фактически не обманывал парня. Лекарственное вино, настоянное с двумя ядовитыми демоническими зверями, было невероятно ценным. Любой, кто выпил бы это, стал бы невосприимчивым к большинству ядов и, при определенных обстоятельствах, это могло бы даже спасти жизнь человека. Конечно, его нежелание продавать вино отчасти было причиной высокой цены. Но если бы Джоу Цен действительно был готов заплатить сумму, он не остановил бы его от покупки. Брат Цен, что случилось? Чень Ба Чжун спросил, как только хмурый Джоу Цен вернулся. В какой ресторан ты нас привел? Это, очевидно, черная таверна. Знаете ли вы, что босс сказал мне сейчас, когда я пришел попросить у него бутылку вина? Джоу Цен схватил со стола и выпил целую чашку чая в ярости, а затем чуть не выплюнул его немедленно. Бля, даже чай на вкус такой отвратительный. Этот босс определенно глубоко сумасшедший. Я попросил его продать мне чашу вина, и он открыто потребовал за нее 50 000 юаней. Джоу Цен почувствовал, что весь его рот наполнен горечью. Медленно вдохнул глоток холодного воздуха через нос. Его лицо постепенно изменилось, чтобы принять облик собаки, страдающей от запора. Чень Ба Чжун был немного ошеломлен. Чаша вина здесь была настолько дорогой, даже если он притащит сбережения всей своей семьи, этого хватит всего на несколько чашек вина. Брат Цан, босс этого места имеет странный характер. Я думаю, он, должно быть, назвал вам невозможную цену ради соблюдения своих собственных правил. Надеюсь, что вы отступите, пояснил Чень Ба Чжун. Чжу Цан, забудьте об этом, давайте есть. Чжу Цан покачал головой и взял свои палочки для еды. А что это за мясо? Оно так нежно, и корочка такая упругая. Девушка, сидящая рядом с Чжу Цанем, едва закончила пережевывать первый глоток мяса, как уже направила свои палочки для еды на другой кусочек. Неплохо. Действительно вкусно. Вкус мяса даже лучше, чем его запах. Глаза Чинь Ба Чжуна озарились, когда он проглотил мясо. Чжу Цан с неудовольствием посмотрел на своих прожорливых друзей. Из каких мест были эти ребята? Он быстро схватил кусок мяса палочками и положил в рот. В тот момент, когда кусок мяса попал в рот, Чжу Цан уже больше не смог контролировать себя, и потянулся за еще одним куском мяса. Весь вопрос о вине был отброшен в сторону без малейших колебаний. В другой столовой была красивая леди, которая сидела с тремя мужчинами, все в возрасте около 40 лет. Третья сестра, я должен сказать вам, вы действительно знаете, где искать усладу. Как вы нашли такое хорошее место? Спросил коренастый, мускулистый человек, медленно жующий кусок мяса гигантской саламандры. Красивая леди скромно улыбнулась ему в ответ. Я нашла его совершенно случайно. Это место оказалось вполне близко к нашему месту назначения. И таким образом, я подумала, что мы должны насладиться хорошей едой, прежде чем пойдем. Это будет также считаться ранней праздничной едой в нашей успешной миссии. Другие двое мужчин ели намного более вульгарным способом. Их рты были заполнены едой, и поэтому их слова были немного искажены. Гэ, это место симпатичное. Гулб. Когда мы будем возвращаться, мы можем приехать и поесть здесь снова. Старший брат, вы уже определили местоположение? Сямэ посмотрела неодобрительно на этих двух мужчин и повернулась к крупному мужчине, сидевшему перед нею. Один, хотя Ханьдань казался грубым, его поведение было на самом деле весьма утонченным. Он поместил другой кусок мяса гигантской саламандры в рот и стал неторопливо жевать. После этого он повернулся, чтобы улыбнуться Сямэ. Расслабьтесь. Я потратил тонну усилий за половину года для этой большой могилы и уже определил ее местоположение. Пока мы можем получить предметы в этой гробнице, а дальше мы, братья и сестры, можем бросить этот бизнес и просто уйти в отставку, проживая всю оставшуюся жизнь в комфорте и роскоши. Да, но мы не должны терять бдительность. Кто знает, какой вид смертельных сил может сидеть в той могиле? С тревогой в голосе напомнилась Амэ. Не волнуйтесь, третья сестра. Когда еще мы терпели неудачу после такого количества лет подготовки? Голос Ханьданя был заполнен уверенностью. Э, второй брат, куда ты идешь? Ханьдань спросил, поскольку его брат вдруг резко встал. Большой брат, я иду в туалет. Могло случиться так, что вы хотите пойти со мной? Паньцзинь вытер жирные губы своим рукавом. Угол его рта яростно дернулся, но Ханьдань с отвращением взмахнул руками. Нет необходимости, можешь идти сам. Бля, я не могу больше удержаться. Где туалет? Паньцзинь громко ругался, когда бродил по особняку. Они так много пишут про один прием пищи, а сервиса нет. Сейчас, в такой критический момент, ни одного человека не видно. Я больше уже не могу сдерживаться. Нахер все, я просто найду случайное место и помочусь. Паньцзинь убедился, что вокруг никого нет, и быстро бросился в пустую комнату. Э, войдя в комнату, Паньцзинь увидел огромный древний котел, высота которого была не менее 1-5 метров. В тот момент он был так потрясен, что чуть не потерял контроль над своим мочевым пузырем. Он в полном шоке пробежал пальцами по изысканным узорам на котле. Это продолжалось более 10 минут и, наконец, Паньцзинь убедился в ценности этого котла. Святой болт. Хотя я не могу определить конкретную эпоху, к которой относится этот котел. Это, безусловно, сокровище национального уровня, независимо от того, из какой эпохи он пришел. И так хорошо сохранился, что бесценен. Хотя Паньцзинь был грубым, но непростым человеком. В конце концов, он был профессиональным грабителем гробниц, чья семья была в бизнесе на протяжении 8 поколений. С мудростью, переданной из поколений успешных рейдеров гробниц, оценивающий взгляд Паньцзиня на сокровища не уступал всем профессиональным оценщикам, коллекционерам и профессорам истории. На самом деле его умение быть может даже выше. Паньцзинь уже настолько взволновался, что даже его срочный биологический процесс был полностью забыт. Его разум был наполнен только мыслями о том, как заполучить большой котел. Что ты здесь делаешь? Из-за уха раздался грубый голос, из-за которого он снова потерял контроль над своим мочевым пузырем. Сглотнув слюну, он медленно повернулся, чтобы встретить громадного зверя позади себя. Глаза огромной фигуры, которая, казалось, заполнила весь дверной проем, пристально смотрели на него. Его мускулы были тугими и твердыми, как камни. Руки были настолько объемными, что Паньцзинь на мгновение задумался, может ли он служить в качестве соперника для диких лошадей на ипподроме. Когда он сравнил свою фигуру с фигурой парня в дверном проеме, Паньцзинь мог только мысленно его проклясть. Песец. Это, должно быть, один из тех легендарных монстров с гормонами и стероидами, плюс гормонами роста. Один Етвин. Вообще-то, ее имя написано Сиамы и, хотя оно написано разными персонажами и имеет различные произношения, некоторые читатели могут спутать его с маленькой сестрой. Для тех, кто знаком с аниме, ее имя похоже на Один Сан, почти такой же, как Ани Сан. Есть только незначительная разница, и Один здесь на самом деле означает Хребет, а Ани означает Сестра. Это та же ситуация, если это недостаточно ясно, просто подумайте, что ее зовут маленькая сестра, и не забудьте сделать вид, что это существующее имя и фамилия Игзды. Таким образом, чтобы избежать путаницы, мы решили использовать тайваньскую орфографию вместо Пиньинь для Сиа. Не гони, но я немного разочарован. Я действительно надеялся, что вульгарный парень помочится в лечебный котел МЦ. Игзды. Глава 92, 4 расхитителя гробниц. Фигура Пиньцзеня была более громоздкой, чем у большинства людей. Фактически, люди всегда предполагали, что он был либо качком, либо тренером по фитнесу. Но по сравнению с Мистиком 2, он был значительно меньше. Я искал уборную. Мой пузырь вот-вот лопнет, а в поле зрения нет ни одного человека. Так что у меня не было другого выбора, кроме как искать ее самому. Я только открыл эту дверь, чтобы проверить, уборная это или нет. Само обладание у Пиньцзеня было довольно крепким. Хотя он немного запаниковал в начале, но он смог восстановить его и произнес объяснение с обиженным выражением. Бред собачий. Твой мотив определенно не так прост. Я уже догадался о твоей истинной цели. Мистик 2 холодно усмехнулся, когда подошел к Пиньцзеню. Пиньцзень нервно сглотнул, обнимая холодную сталь метательного ножа в кармане. Так ли это? Тогда почему ты не скажешь мне, какова моя цель? Пиньцзень был готов убить этого человека в любой момент. По сравнению с этим бесценным котлом позади него, что стоит жизнь нескольких людей. Если его действительно загнали в угол, он мог бы вместе со своими братьями и сестрами просто всех здесь убить. Мистик 2 усмехнулся, как будто он видел мысли всего человечества. Ты подлый пакостник, очевидно, пришел сюда, чтобы помочиться, не так ли, черт? Пиньцзень стоял на пороге выброса летающего кинжала, когда услышал слова Мистика 2, которые заставили его остановиться на середине действия и выплюнуть пошлое слово. Заметив презрительный взгляд Мистика 2, Пиньцзень снова был полон внезапным стремлением бросить в него метательный нож. Но он все же сумел взять себя в руки и вытащить руки из карманов. Ну что, ты не уходишь? Мистик 2 раздраженно щелкнул языком. Как кожа этого парня может быть такой толстой? Я его уже раскусил, но он все еще отказывается уйти. Может быть, он все еще думает о мочеиспускании здесь. Глаза Мистика 2 опасно сверкнули. Ты должен сказать мне, где ближайший туалет? Сердито огрызнулся Пиньцзень. Возьми левее и пройди до конца. Мистика 2 указал в сторону сбоку от дверного проема, холодно глядя при этом на Пиньцзеня. Пиньцзень почувствовал, как покраснело его лицо, когда он убежал в сторону, в которую указывал Мистика 2. Мистика 2 последовал за Пиньцзень взглядом, пока не увидел, как парень вошел в туалет и закрыл дверь. Босс, сейчас я увидел совершенно бесстыдного парня. Он не мог найти уборную и собирался мочиться в одной из комнат. К счастью, я обнаружил подлого ублюдка. Вернувшись в гостиную, первое, что сделал Мистика 2, это подбежал к Бэйфену и рассказал ему о своем героизме. Бэйфен поднял глаза и невнятно посмотрел на Мистика 2 в ответ. Ну почему этот парень говорил о таких отвратительных вещах за обеденным столом? Боясь, что эта мышечная голова может снова сказать что-то глупое, Мистика 3 быстро схватил за руку Мистика 2 и усадил его на стул. После возвращения из туалета Паньцзинь побежал в столовую и, как порыв ветра, бросился за стол. Большой бро. Угадай, что я только что увидел. Хэцзявый посмотрел с досадой, что еще ты можешь увидеть в долбаном туалете, кроме дерьма. Хань Денисям и Йоба сжали свои палочки в шоке, когда они повернулись, чтобы посмотреть на Хэцзявая. Кто бы мог подумать, что Хэцзявый произнесет такие грубые слова за обеденным столом. Хэцзявый с любопытством посмотрел на этих двух, вы оба уже наелись? Если вы не собираетесь есть, я все возьму для себя. Четвертый бро, ты идиот. Ты только и знаешь, что ешь. Надеюсь, ты задохнешься. Сямэй прохрипела сердито, когда повернулась к явно возбужденному Паньцзиню. Второй бро, что ты видел? Хэ, какого черта? Это разве чай? Он такой горький. Паньцзинь одним глотком попытался выпить целую чашку чая, чтобы успокоить горло, но сразу выплюнул горький гранулированный чай. Не устраивай шоу, пытаясь нас развлечь. Поторопись и расскажи нам, что ты видел. Хань Дань слегка засмеялся, наблюдая за Паньцзином. Задержав дыхание, Паньцзинь высунул голову из двери. Осторожно осмотрелся, прежде чем вернуться в комнату, и осторожно закрыл дверь. Наблюдая за осторожными действиями Паньцзиня, трое его приятелей тоже настороженно подняли головы и прекратили все свои действия. Эти четверо работали вместе более 10 лет и были даже названными братьями и сестрами. Они, естественно, знали характер Паньцзиня. Все, что заставило его стать настолько серьезным, было очень важно. Паньцзинь снова уселся, наклонился и прошептал тихим голосом, «Я видел огромный котел». «Ой, и насколько большой?» — саркастически проговорил Хэцзявый. Остальные трое сразу обернулись и уставились на него так, как будто они смотрели на заторможенного. Их глаза предупредили его, чтобы он прекратил клоунаду. Жестом они велели Паньцзину продолжить. «Позвольте мне сказать так. Ценность большой могилы, которую мы нашли, совершенно несравнима с ценностью этого котла». Паньцзинь выдал новость, сравнимую со взрывом ядерной бомбы, и эта новость шокировала названных братьев и сестру. Хотя они знали, что Паньцзинь не будет шутить по поводу такого серьезного вопроса, Ханьгэнь все еще не мог не спросить. «Второй бро, ты не шутишь?» Гробница, которую мы обнаружили, принадлежала кому-то из древней королевской семьи. Предметы внутри имеют неоценимое значение. Какой котел более ценен, чем погребальные предметы древнего королевства?» Тя Мэй также недоверчиво спросила. «Второй бро, не говори мне, что найденный тобой котел был прямоугольный Динг Хауму из династии Шан. Ха-ха, эта шутка совсем не смешная. Ха-ха-ха, подожди, ты серьезно?» Смех Хэцзявы остановился все более тише и тише, когда он заметил серьезное выражение Паньцзиня. Этот котел шокирует еще сильнее, чем Динг Хауму. Мастерство его изготовления абсолютно невероятно. Это похоже на то, как если бы он был создан руками богов и молотом дьяволов. Я никогда не видел такого изящного артефакта в своей жизни. Кроме того, на котле не было ни одного раскола. Паньцзинь почувствовал, как его сердце дрожит от изумления при одном только воспоминании о красоте котла. Как это может быть? Как можно было сделать нечто подобное с помощью инструментов и методов древнего искусства? Сямэй не удержалась от восклицания. Нужно понимать, что методы изготовления старинных эпох были крайне ограниченными. Как можно создать крупный артефакт, такой как котел, как цельный предмет? Все котлы с древних времен состояли из частей, которые были сделаны отдельно, а затем соединены вместе. А тут Паньцзинь рассказывает им со всей серьезностью и торжественностью, что у котла нет ни одной части, отдельной от котла он полностью цельный. Как они могут не быть шокированы? Ханьдань не допускал, что Паньцзинь, возможно, сделал ошибку в своей оценке. Как эксперт, специализирующийся на чем-то для каждой профессии, Паньцзинь был экспертом среди экспертов в этой области. Если все это так, как ты описал, то этот котел имеет более высокую ценность, чем несколько городов взятые. Мы не должны допустить, чтобы он от нас ускользнул. Глаза Сиамы опасно сияли, когда она задумалась на мгновение. Есть ли шанс, что мы можем напрямую купить его у босса этого места? Это возможно, но шансы невысоки. Не исключено, чтобы у владельца не было собственных подозрений относительно ценности такого большого куска антиквариата. Как только мы проявим заинтересованность в его покупке, то, даже если он не подозревал о ценности происхождения котла, он тут же подумает об этом. Хань потер подбородок и спокойно изложил свое умозаключение, отвергнув эту идею. Хэцзявый, который наконец-то стал серьезным, был совершенно другим человеком. В его глазах горел убийственный свет. Он холодно провел пальцем по своей шее и посмотрел на Ханьданя, большой бро, ты хочешь? Ханьдань мгновенно замолчал, рассматривая варианты. У кого из профессиональных рейдеров гробниц за долгий путь, какая-то из их рук не была залита кровью. Сам Ханьдань когда-то хладнокровно запечатал выход из древней гробницы, в результате чего 7 или 8 других рейдеров гробниц оказались внутри в ловушке и были похоронены вместе с умершим владельцем навечно. Наконец, после долгой паузы Ханьдань наконец открыл рот. Даже у разбойников есть кодекс поведения. Уже неправильно украсть у них такое сокровище, поэтому мы постараемся хотя бы не навредить их жизни, если это возможно. Четвертый брат, ты сначала вернешься и принесешь часть своего знаменитого сонного газа. Понял. Потеряв весь свой аппетит, группа поспешно встала, чтобы уйти. Глава 93. Вот это совпадение. Хэм, я так сыт. У этого босса характер хоть и не очень, но его кулинарные умения действительно превосходны. Джоу Цан потер раздутый живот и довольный вздохнул. Такое впечатление, что чем более причудливы правила в ресторане, тем более шикарна еда. Заметив это, девушка рядом с ним слегка наклонила голову. Да, а вообще-то это имеет смысл. Другая девушка кивнула головой, соглашайся. Чень Бачжун достал откуда-то зубочистку и начал небрежно чистить зубы. Да, это действительно очень вкусно, но путь сюда слишком тяжел, чтобы столько ходить. Будет хорошо, если на улице будет построена дорога, чтобы мы могли приехать прямо сюда. Вы мечтатель. Этот босс – грабитель. Даже грунтовая дорога, достаточно широкая для автомобилей, обойдется в несколько десятков тысяч юаней. Вы считаете, что этот босс готов выложить такую сумму? Из-за винного инцидента Джоу Цан узлился на Бэйфена и он не упустил шанс его очернить. Забейте, забейте на это, маловероятно, что мы сможем заказать стол еще раз. Сейчас этот разговор не имеет никакого смысла. Пошли. Джоу Цан покачал головой. Эти парни говорили так, словно они в состоянии прибыть сюда всякий раз, когда захотят, если только будет построена дорога. По его мнению, сегодняшняя поездка была не напрасной. Хотя печально, что ему не удалось попробовать вино. Еда была настолько восхитительна, что излечила его уязвленный дух. Черт, все вычищено. Мистик 2 анимел, когда вошел, чтобы собрать посуду. Тарелки на столе группы Джоу Цаня были сверкающими, как будто они были начисто вылизаны группой зомби. Даже соус и суп исчезли, их вылили на рис и съели. Помедлив мгновение, Мистик 2 отнес все блюда на кухню и вымыл их. Тем временем, Мистик 3 ловко скрылся в туалете и сидел на унитазе с особенно тяжелым случаем запора. Просто Мистик 2 Бэйфен тоже отправил заниматься уборкой. Вжух, вжух. Бэйфен стоял под баньяновым деревом, практикуя движение малой техники дыхания света. Каждое его движение сопровождалось резким, свистящим звуком. Ну и когда мы достигнем уровня босса, Мистик 2 тяжело вздохнул и повернулся. Он уже собрался уходить, но заметил многозначительный взгляд, направленный на него. Он слегка задрожал, но повернулся, чтобы посмотреть на Байсяна и спросить, че что ты на меня так смотришь? Щелк. Щелк. Байсян громко хрустнул костяшками пальцев, направляясь к Мистику 2. Тот сжался, как жертва перед жертвой перед тигром. Мистик 2 считал Байсяна просто свирепым зверем, наступающим на него. Все просто, если сможешь победить меня, то это будет значить, что ты недалеко от уровня босса. Ах, не надо. Ой. Двор был заполнен звуками кулаков, стучащих оплоть, и воплями Мистика 2. Служили ему правильно. Мистик 1 и Мистик 3, прятавшиеся рядом, смотрели друг на друга и холодно усмехались, не обращая внимания на крики Мистика 2. Так прошел целый день, и Байфин начал готовить ужин. Мистик 3 гулял по деревне Цинлин, чтобы встретить гостей. На этот раз он не подменял Мистика 2. Пожалуй, причиной было то, что Мистик 2 получил такое жестокое избиение, что даже земля ощущалась странно далеко от его ног и казалось, что он летит. Вау, какая милая девочка. А, она действительно, выглядит, как на фото. Человек с прыщеватым лицом наклонился и поманил Мистика 1. Подойди сюда, сестричка, у большого брата есть конфетка для тебя. Отвали в сторону. Посмотри на свое лисье лицо с отвратительными прыщами. Ты пугаешь нашего маленького друга. Иди лучше к старшей сестре, у нее есть конфеты для тебя. Чертос 2. Мне уже 30 лет. Какие еще прыщи? Махой попытался спорить с девушкой рядом с ним. Кто знает, может быть, твоя вторая весна пришла? Заметила саркастическим тоном девушка и холодно усмехнулась. Ха-ха. Даже друзья Махая не могли удержаться от смеха и смотрели на Махая странными взглядами. Ха-м-м-м. Женщины и простые мужчины – самые трудные люди, с которыми приходится ладить. Махой не смог победить остроумную девушку и раздраженно бросил мудрое изречение, прежде чем отступил. Лэн Шуантун самодовольно улыбнулась, наблюдая, как прыгающий походкой уходит из вращенец попытка сразиться со мной. С такими навыками, не обращая больше внимания на мужчину, она повернулась к Мистику 1 с сияющей улыбкой на лице. Маленькая девочка. У большой сестры много приятных сладостей, ты хочешь попробовать? Лэн Шуантун была похожа на большого плохого волка, который пытался обмануть красную шапочку, чтобы та открыла дверь. Пы-пы. Возможно, это также отсылка к песне Big Bat Wolf. Мистик 1 невинно поднялась и получила сладости из рук Лэн Шуантун. Но прежде, чем она успела погладить Мистика 1 по голове, на ее голове появилась маленькая рука, поглаживающая ее волосы. Будь хорошей, ладно, вот тебе сладости. Лицо Лэн Шуантун застыло и помертвело. Она стояла на коленях на земле, на ее протянутой руке осталась одна конфета. И это слова ребенка? Разве это не должно быть наоборот? Это она должна была сказать эти слова маленькой девочке, а не наоборот. Мистик 1 давно ушла, не заботьтесь о странной даме во дворе. Ха-ха. Даже над такой ледяной красавицей, как ты, другие могут пошутить. Смеялись друзья, которые пришли вместе с ней. Ужин начался и закончился. Гости, занимавшие два стола, быстро ушли после еды. Уже начинало темнеть и им было бы сложно возвращаться по горной тропе. Они торопились. Три Мистика, которых третировал Байсян, были настолько усталыми, что легли спать, как только приняли ванну. А Байсян был полон энергии и это мешало ему уснуть. Поэтому он провел несколько часов, выполняя динамические комплексы малой техники дыхания света. Наконец, около 11 вечера, он вернулся в свою комнату. Четвертый бро, ты принес достаточно сонного газа? Сегодня утром я видел двух сторожевых собак. Я не хочу, чтобы наш план рухнул из-за них. Спросил Ханьдань. Группа из 7 или 8 человек стояла на небольшой поляне в лесу неподалеку. Под лунным светом можно было видеть, что они были одеты в черные, и только глаза проглядывали сквозь маски. Хэцзявый уверенно похлопал по большой банке в руках. Не волнуйся, биг бро, этого достаточно. Эм, хорошо. Помните, что наша цель, только котел. Ничего больше не трогайте. Официально напомнил Ханьдань. Поняли. Хрипло проговорила группа. Здесь был костяк команды Ханьданя. Все они занимали разные должности и происходили из разных слоев общества. Но всякий раз, когда бывала обнаружена большая гробница, которую не могли быть обработать четыре брата и сестры, они собирались вместе, чтобы помочь. На этот раз они были здесь, чтобы помочь вынести котел. Предмет такого размера должен быть нелегким, а тут еще и не было дороги, поэтому потребовалось такое большое количество людей, чтобы вынести котел. Группа двигалась тихо, и за небольшим холмом виднелся старый особняк Байфына. Обезьяна определи направление ветра. Мрачно сказал Ханьдань. Сейчас тощий человек вышел из группы и молча остался стоять около получаса, прислушиваясь к ветру. Группа молчала и не двигалась, чтобы не помешать ему. Тихий лес был заполнен только легким дыханием стоящей здесь группы. Даже жуки вокруг них перестали стрекотать, чувствовали, что люди еще не ушли. Теперь все в порядке, зажигай курева. Человек, которого назвали обезьяна, внезапно открыл глаза и произнес всего одно предложение, прежде чем вернуться в центр группы. Хэцзявый открыл банку и достал черный стержень толщиной с руку младенца. Он осторожно поднял его и поджег. Ни с чем не сравнимый густой светло-зеленый дым медленно поднялся в небо, поплыв к особняку Байфына. Группа заранее приняла противоядие. Но даже в этом случае легкий запах дыма заставил их почувствовать себя немного сонными, словно они могли заснуть в любой момент. Четвертый брат. Вы прославили Ладанс на своей семье. Этот дым очень впечатляет. Панцзинь покачал головой. Кроме попытки рассеять сонливое чувство в его голове, это была также реакция на страх, который он чувствовал к зеленому дыму. Хэцзявый самодовольно улыбнулся. Это точно, даже слон не в состоянии устоять в моем дыму больше пять секунд, если вдохнет его единственное дуновение. Жалко, что главный ингредиент для этого Ладана становится все труднее найти. У меня нет большей части его составляющих, оставшихся в моем личном схроне. Договорив, Хэцзявый почувствовал небольшое сожаление, но ради получения этого котла стержень усиленной версии Ладана сна стоил того. Глава 94. Наглое предложение. Этот простой на вид Ладан сна был дорогим. Цена одной палочки превышала 100 000 юаней. Его самым большим достоинством было то, что, кроме временной потери сознания, он не имел никаких других побочных эффектов. Большинство сонных газов содержат слишком много химических веществ, которые при вдыхании в больших количествах могут привести к отключению мозга человека. Даже если человек не умрет, его мозг будет парализован. Вообще-то, наш лорд уж больно сильно реагирует. Он просто принял слова Людзе за чистую монету и отправил нас сюда. Это всего лишь маленький мальчишка, который по всей вероятности находится на уровне пика темного Цзин. Кроме того, парень довольно молод и, скорее всего, не имеет боевого опыта. Сколько силы может иметь такой человек? Группа из 5-6 человек скользила по густому лесу, как группа призраков. Да уж, наш лорд предпочитает играть безопасно. Если бы он не был за закрытыми дверьми тренировочного зала, где культивирует технику кулака, он, вероятно, приехал бы сюда лично. Один из членов группы был тоже недоволен. Он высказал мнение о том, что их лорд слишком перестраховывается. Ха, тот ребенок так высокомерен и тщеславен, потому что у него есть хороший папа. Их тон, при упоминании Джин Ронга, был пропитан глубоким презрением. С их точки зрения, если бы у него не было влиятельного и безумно любящего отца, учитывая его характер, он давно был бы избит до смерти в каком-нибудь переулке. Все, прекратите говорить. Лучше всегда оставаться на стороже. Продолжайте охранять. Хотя мы все, пиковые темные эксперты Цзина, но если парень действительно впадет в неистовство, у него всегда есть возможность утянуть одного из нас с собой в могилу. Холодно скомандовал Шуге. Было очевидно, что Шуге занимает довольно высокую позицию в этой группе. В тот момент, когда он заговорил, другие затихли и увеличили скорость, приближаясь к особняку. В данный момент зловещее зеленое облако медленно дрейфовало к старому особняку. Ощущая опасность, ненасытная и черная дыра, насторожив уши, осторожно наблюдали за окружающей обстановкой. И тут для них наступила просто чернота. Их конечности стали мягкими, и они провалились в глубокий сон. А, нехорошо. Мы попали в ловушку. В тот момент, когда группа появилась над стенами особняка, их встретил странный освежающий аромат, почувствовав который Шуге и закричал. Он решительно затаил дыхание, а в его голове звучала одна мысль. Как, черт возьми, противник узнал об их приходе. Но задерживать дыхание было уже слишком поздно. Единственное дуновение дыма, это все, что нужно, чтобы его голова стала необычайно тяжелой. Его движения стали легкими и неустойчивыми, и он долгое время боролся с сонливостью, прежде чем упал на стену и заснул. Мистик один и остальные уже давно спали. Приход мощного сонного газа лишь сделал их сон слаще. После 10 минут ладан сна наконец догорел, и дым тихо дрейфовал к особняку Байфына. Все, мы можем двигать. Удостоверьтесь, что не оставили после себя следы. Напомнил Ханьда. Когда не поднял руку, чтобы дать сигнал на начало операции, группа больше не скрывалась. Они смело пошли к особняку. Лапа. Тонкий мужчина, одетый в черное, подошел к главной двери и вставил железную проволоку в зазор замка. Повозившись немного, он успешно открыл дверь. Под руководством Паньцзеня группа быстро направилась к комнате, где хранился большой котел. При свете факела перед изумленными глазами грабителей могил появился величественный древний котел, который излучал богатую ауру истории. Ханьдань подошел и провел пальцами по линям жизни, узором на внешней стороне котла, его глаза сияли от волнения. Обычным людям запретили частное владение любыми крупными бронзовыми артефактами. Правительство также строго запретило любую торговлю или скрытие таких артефактов. Но законов, естественно, недостаточно, чтобы удержать таких людей, как Ханьдань. Хотя профессия расхитителя гробниц не была чем-то славным или выше, связи, образованные поколениями грабителей, нельзя было недооценить. Некоторые коммерческие связи, возможно, исчезали с течением времени, но факт остается фактом. Всегда есть какие-то пути, которые остаются открытыми. Этот котел был, очевидно, нелегким предметом по части реализации, и было много рисков, но если бы они преуспели в этом, то смогли бы наслаждаться пожизненным богатством и славой. Один, два, три, подняли. Шесть мускулистых парней схватились за угол котла каждый и с хрюканьем и силой подняли котел вверх. Напомним, что этот котел весил более тысячи дзин. Как правило, можно было бы ожидать, что такой вес был бы весьма большим даже для шести качков. Но, несмотря на то, что их дыхание слегка ускорилось, этим шестерым не показалось, что им трудно перемещать котел в течение короткого периода времени. Специализация вроде грабителя гробниц не была профессией нормальных людей. Ему одному приходилось сражаться с ловушками в гробницах, а также с другими рейдерами гробниц. Таким образом, каждый совершенный рейдер гробниц гарантированно обладал необычайной способностью. Те, у кого способностей не было, были мертвы. Таким образом, эти шесть голов мышц были намного сильнее, чем обычные люди. Уф, твою бабушку. Этот чертов котел слишком тяжелый. Один из мускулистых мулов стиснул зубы и яростно фыркнул, а пот тек по его лицу. Просто подумай об этом весе как о чем-то, что стоит больше, чем о такой же вес золота, и ты больше не будешь чувствовать себя усталым. Другой рыжий мускулистый мул сплюнул. Правильно, если вы связываете себя ограничением, вы никогда не узнаете, насколько вы сильны на самом деле. Например, если бы я попросил вас нести его за 100 кирпичей, вы, вероятно, не смогли бы его даже переместить. Но если я скажу вам, чтобы вы перенесли его за 100 сотен юаней, не только вы не только смогли бы его переместить, вы даже бегали бы с ним. Невидимый голос рассмеялся. Кто там из слабаков говорит, что я не могу переместить 100 дзин кирпичей. Да даже если это 200 дзин, я все еще могу бежать с ними. Мускулистый человек почти споткнулся, услышав насмешливые слова, и забыв возразить. Вся группа была в очень хорошем настроении и была лишь слегка ошеломлена комментарием, прежде чем весело рассмеяться. Только Ханьдань, Хэцзява и Паньцзин хранили мрачное выражение на лицах, как будто столкнулись с великим врагом. Их взгляды были прикованы к фигуре долговязого юноши, который прислонился к дереву баньяна, скрестив руки на груди. Если бы юноша не открыл рот, чтобы заговорить, никто из них вообще не заметил бы его присутствия. А почему ты не пострадал? С недоумением спросил Хэцзявый. О, я действительно спал. Но ваши движения были такими громкими и неуклюжими, как будто вы собирались разбудить весь особняк. Я думаю, что вам не хватает только гонга и молота, чтобы завершить свое выступление. Даже если я захочу продолжать спать, это невозможно. Бэйфэн потер свои виски, чтобы дополнить свою жалобу, произнесенную крайне обиженным тоном. Угол губ Ханьданя слегка дернулся, когда он слушал слова Бэйфэна. Четвертый бро, ты уверен, что спящий газ был создан должным образом? Кажется, с ним есть некоторые проблемы. Хэцзявый в замешательстве наклонил голову в сторону. Это не должно быть проблемой, но посмотрите, разве эти две собаки не спят, как пара мертвых собак? Они даже не подергиваются. Что вы все еще держитесь за котел? Поставьте его. Ханьдань почувствовал сильную головную боль, когда посмотрел на кучу идиотов, которые все еще тупо держали тяжелый котел. Бам. Низкий звук прозвучал, когда котел тяжело опустился на мягкую землю. Брат, это ты только что сказал мне эти слова? Да, мускулистый человек, который был пойман на жалобе, хрустнул костяшками пальцев и недружелюбно повернулся к Бэйфэну. Да, я. А что случилось? Бэйфэн слегка улыбнулся, когда посмотрел на мясную тушу перед собой. Я позволю тебе сегодня узнать, что значит иметь силы нести 200 дзин кирпичей. Тумб. Мускулистый парень ослабил свои суставы, прежде чем направить твердый удар в живот Бэйфэна. Удивительно, но удар, который он нанес, выглядел не совсем правильно. Обычно его кулаки должны были вдавливаться в тело его противника. Но каким-то образом его собственная рука была наполнена покалывающим ощущением онемения. Бэйфэн без видимых эмоций посмотрел на кулак, а затем на живот и мягко прокомментировал. Нечестно не отвечать взаимностью. Подождите, вы тоже можете получить удар кулака от меня. Возможно, я не умею перебирать кирпичи, но я очень хорошо разбираюсь в избиении. Бэйфэн послал легкий удар в живот мускулистого человека, заставивший того сразу же свернуться, когда он упал на землю, подергиваясь. Все его тело было покрыто волнами ужасной боли, как будто его внутренности были разбиты. Человеку было так больно, что он не мог открыть рот, чтобы говорить. Сэр, мы недооценили и оскорбили вас. Тем не менее, мы заберем этот котел сегодня. Если вы не помешаете нам сегодня, мы дадим вам половину прибыли после того, как его продадим. Ханьдань сузил глаза и сразу же изменил подход. В тот момент он понял, что Бэйфэн не был человеком, над которым можно издеваться. Большой бро. Остальные немедленно вскрикнули в знак протеста. Как они могли просто наблюдать, когда половина прибыли была отдана просто так. Тут же все они попытались отговорить Ханьданя и заставить его передумать. Глава 95. Летающий кинжал. У группы грабителей гробниц не было выбора, кроме как отказаться от всех мыслей о том, чтобы отговорить Ханьданя, когда они увидели его решительное выражение. Вместо этого они обратили свой, полный ненависти, взгляд на Бэйфэна. Тот был немного озадачен, но тут же рассмеялся вслух, удивляясь глупости этих разбойников. Ты пытаешься меня рассмешить? Этот котел – моя собственность. Почему, черт возьми, я должен делиться с вами половиной прибыли? Пацан, следи за тем, что ты говоришь. Рявкнул Хэцзявый, увидев насмешливую улыбку на лице Бэйфэна. Ханьдань на мгновение нахмурил брови, а затем немного расслабился. Вы должны знать, что такой большой бронзовый артефакт считается национальным достоянием. Нормальным людям не разрешается владеть или торговать чем-то вроде этого. Если станет известно о нем, как вы думаете, вы сами сможете справиться с последствиями. Ханьдань продолжил после небольшой паузы. Мы, с другой стороны, отличаемся. У нас есть некоторые связи и мы можем найти для этого предмета хорошего покупателя. Все риски будут на нас и тебе не нужно ничего делать. Сиди у себя дома и подсчитывай наличные деньги. Что тут нечестного? Когда я когда-либо говорил, что я хочу продать этот котел? Бэйфэн рассмеялся вслух. Смертельная тишина последовала за двумя слабыми серебристо-белыми кинжалами, такими же тонкими, как крылья цикады, и такими острыми, как скальпель хирурга, которые появились в руках Паньдзиня Шуа-Шуа. Используя уникальный метод бросания, он без колебаний послал два летающих кинжала, пронзающих воздух, по направлению к бэйфэну. Хайм-эм-эм. Большой бро, и в чем смысл говорить так много с этим бессмысленным ребенком? Разве не проще, если мы просто убьем его? Самодовольно сказал Паньдзинь. Хотя эти летающие кинжалы были такими же тонкими, как крылья цикады, они были изготовлены из чрезвычайно прочных материалов. Кроме того, они были погружены в раствор мощного транквилизатора, который гарантированно убил бы любую цель с помощью всего лишь царапины. Хотя он не знал, как бэйфэн избежал спящего газа, он не верил, что тот будет в порядке после удара летающими кинжалами. Ханьдань нахмурил брови, но ничего не сделал, чтобы остановить Паньдзиня. Он тоже чувствовал, что бэйфэн был слишком ненасытно жадным. Было очевидно, что все это было всего лишь его попыткой получить большую долю прибыли. Летучие кинжалы были такими быстрыми, что они были похожи на молнию. Один из них был нацелен на правую руку бэйфэна, а другой на его бедро. Обе области не были жизненно важными. Паньдзинь знал, что больше ни о чем волноваться. С такого близкого расстояния, даже брошенные не в полную силу, они достигли бы цели. Как это возможно? Что-то не так моими глазами. Паньдзинь, который уже повернулся спиной к бэйфэну, чувствовал себя исключительно самодовольным. А эти люди были, очевидно, впечатлены его навыками. Или может быть его метод броска привел к лучшим результатам, чем обычно. Но когда он обернулся, у него отвисла челюсть. Он открыл и закрыл рот, но не смог произнести ни единого слова. Два серебристых белых кинжала танцевали в руках бэйфэна. Он беззаботно играл с ними. Бэйфэн посмотрел на Паньдзиня и с насмешливой улыбкой. Бросок был метким, но силы слишком мало. Как это может быть? Охренеть! Паньдзинь был готов сойти с ума от гнева и стыда. Во-первых, это был спящий газ четвертого брата, который не сработал. Теперь даже летающие кинжалы, которыми он гордился, воспринимались другими как шутки. Паньдзинь сделал тяжелый шаг вперед и вдруг его тело откинулось назад под углом. Правая нога осталась, как якорь, а его тело взорвалось. Количество силы, сосредоточенной на его правой руке, было еще более ужасным. От усилия на его предплечье появилось много зеленых вен. Он поднял руки и бросил летающий кинжал. Этот кинжал содержал силу всего его тела, а также уверенность в его 25-летнем суровом обучении, когда он летел вперед, как неудержимый импульс. Даже если это был бы я, то, вероятно, не смог бы заблокировать этот кинжал. Пробормотал Ханьдань. Летающий кинжал прочертил ужасную красноватую белую вспышку под лунным светом и мгновение спустя появился прямо перед Байфыном. Байфын почувствовал, что его окутала резкая аура, давая ему ощущение, что он не может уклониться от этой атаки. Наблюдая за этим кинжалом, даже Байфын не мог не воскликнуть. Хороший бросок. Он сразу сосредоточил свое внимание, и его зрение начало размываться, и окружение исчезло. Когда он снова посмотрел на кинжал, он, казалось, замедлился, и он смог ясно видеть траекторию полета. Динг. Ожидаемый звук прокола кинжала сквозь плоть не появлялся. Вместо этого во дворе раздался ясный металлический звук. Тело Панджиня сильно провисло, и он шатался, стоя на месте. Его тело казалось наполнено странным светом, как будто он летал. Этот бросок кинжала забрал всю его силу и концентрацию. В тот момент, когда кинжал вылетел из его руки, его тело лишилось всей силы. Но ему все еще удалось собрать немного, чтобы нервно посмотреть на Байфына. По импасибру. Дисыш импасибру. Панджинь упал без сознания на землю, его горло булькало на каком-то неизвестном языке. Он бросил кинжал со всей своей способностью, но теперь он видел кинжал, который был сжат в руках Байфына, и его хвостовая часть все еще немного дрожала. Такая картина была сокрушительным фактором для души Панджиня. Он прикладывал все свои усилия к обучению, больше 25 лет упорно работая каждый день и ночь, никогда не смея ослабить режим тренировок. Но этот летающий кинжал, брошенный со всем его умением и силой, был легко пойман его противником. Если бы его цель уклонилась и избежала кинжала, этот вариант был бы еще приемлем. Но он даже не сдвинулся ничуть и только спокойно протянул руку, чтобы поймать летающий кинжал. Панджинь почти вырвал полный рот крови, увидев это. Теперь он не мог уйти от тени Байфына и своего поражения, а его техника кинжала больше не улучшится, но даже медленно снизится. Неплохо, этот кинжал действительно неплох. Байфын сделал честную похвалу. Возможно, легендарный летающий нож маленького Лиза Романов был близок к этому уровню. Один если бы его ментальная сила была не такой мощной, чтобы увидеть траекторию летящего кинжала, то он был бы вынужден отпрыгнуть в сторону, чтобы уклониться от него. Эти слова похвалы звучали крайне саркастично для уже слабо соображающего Панджиня. В это мгновение из его рта вырвалось много крови, и все его тело рухнуло слабым и печальным образом. Номер два. Второй брат. Ханьдани Хэтзявы одновременно закричали и бросились поддержать Панджиня. Увидев, что он только упал в обморок от гнева, они вздохнули с облегчением. Они смотрели на Байфына со страхом. Этот обычный парень, который ни в коем случае не рисовался, так легко перехватил метод убийцы. Номер два. Остальные члены группы также шагнули назад с трепетом. Они стали свидетелями обезвреживания этого смертельного кинжала. Если бы это было в местечке Байфына, никто из обывателей не смог бы даже уклониться от броска. А если такое случилось, то насколько велика была разница в силе между ними и Байфыном? На этот раз, признаем свою вину. Мы признаем поражение. Однако в следующий раз все будет по-другому. Ханьдань осторожно отступил назад, зная, что его люди последуют за ним. Хаймымым. Ты все еще думаешь о следующем разе? Байфын хмыкнул, чувствуя в руке холодный металл кинжала. Неясно, из чего тот сделан, но тонкие ножи вовсе не были легкими. Байфын на мгновение измерил вес кинжала на ладони, прежде чем бросил его как бы случайно. Летающий кинжал превратился в белую полоску, которая только мелькнула в воздухе. Чисто из-за скорости Байфына, этот бросок кинжала был более чем в несколько раз быстрее, чем убийственный бросок Панцзиня. Пу! Кинжал появился перед большой скалой диаметром в полметра, как будто его туда телепортировали. Затем, словно он прорезал масло, он прошел сквозь скалу и продолжал беспрепятственно двигаться, пока не зарылся в стену возле дверного столба, откуда остался торчать только кончик его рукоятки. Если бы я не видел, что вы, ребята, приехали сюда только ради котла и не собирались причинять кому-либо вред, вы все были бы мертвыми. Если вы осмелитесь прийти снова, вы можете сами догадаться, останетесь ли вы живыми. Голос Байфына был похож на морозную холодную зиму, охлаждая души Ханьданя и остальных. Предводитель грабителей и все его люди стояли, как остолбеневшие деревянные цыплята, застывшие во льду. Он не человек. Ханьдань почувствовал ужасную дрожь. Черт, даже толстая скала была пробита так легко. Он совсем не думал, что его тело было почти таким же жестким, как тот камень. Ханьдань немедленно погасил мысль о возвращении сюда и нетерпеливо подозвал остальных членов группы, чтобы те последовали за ним. Байфын на мгновение колебался, прежде чем произнести, подожди, черт. Не могли бы вы сказать все сразу, вы, как это, делаете мне сердечный приступ. Ханьдань выругался в сердце, но все же остановился и повернулся к Байфыну с напряженным лицом. Разве ты не забыл здесь своих людей? Их тут еще несколько. Забери их с собой. Байфын нахмурился, показывая на кучу спящих фигур на соседней стене. Один Тэлын, маленький Лифлендаггер, является оружием Ликсанхуэна, Екая, Динлинчжуна и Лихуэя в сериях Сиалифэйдаа, и являются героями китайского боевого фэнтези в новом ряду Гулуна. Лезвие кинжала, длина 3 Цуни 7 Фюн. Это было сделано из обычной стали и железа в отличие от другого вымышленного оружия, которое было сделано из специальных типов материалов. Занимает третье место на Бенхкипу. Вымышленная книга оружия. Исэм. Википедия. Глава 96. Все окей, когда есть большие неудачники, чем я. Ханьдань с недоумением склонил голову. Он в очередной раз огляделся и пересчитал свою группу. Число было правильным, так что же означали слова Бэйфэна? Все мои люди здесь, там никого из моих. Ханьдань слегка нахмурился, когда вслух подтвердил свои подсчеты. Бэйфэн взял фонарик и осветил угол стены, где лежала группа мужчин. А кто они, если не твои ребята? Боже милостивый, черт возьми, кто эти люди? Хэцзявый взглянул на них и сразу понял, что они стали жертвой спящего газа. Те храпели, как свинья, и не проснулись бы, даже если бы раздался гром. Нет, эти ребята не со мной, возможно, они тоже прицелились на твой котел, но попали под спящий газ по случайности. У Хэцзявы было странное выражение лица. Можно ли было считать, что он помог Бэйфэну? Бэйфэн тоже был безмолвен. Почему все так внезапно стали в один день такими внимательными? Является ли их зрение серьезной угрозой? Этот котел у него совсем недолго, но за такое короткое время уже три группы людей высмотрели его. Меня не волнует, с тобой они или нет. Бэйфэн раздраженно помассировал свои виски, забирая их. Кроме того, спальные благовония, которые вы, ребята, использовали, были довольно хорошими. Сколько их у вас сейчас есть? Вынимай все. Бэйфэн не собирался позволять каким-то парням проводить ночь в своем дворе. Так как сейчас у него были свободные рабочие, он собирался их использовать. Кроме того, он вспомнил про мощный спящий газ, используемый этими ребятами. Если бы его организм не был улучшен, благодаря ядовитому вину, он мог бы тоже стать жертвой. Даже сильный Байсян был полностью вырублен этим газом. Черт, Хэцзяваю показалось, что по нему нанесен сильный удар. Кто просил его болтать? На этот раз он сам был виной тому, чтобы Бэйфэн вспомнил о его сонном ладане. Больше нет, больше нет. Хэцзявый быстро покачал головой, держась за банку на его талии, как за саму жизнь. Глаз Ханьдана яростно дергался. Этот парень был идиотом? Разве этот панический поступок не был тем же, как прямо заявить Бэйфэну о том, что у него еще был спальный ладан? Идите и отдайте их сами, хорошо? Даже я немного боюсь, когда избиваю людей. Бэйфэн был очень удивлен, глядя на театральное поведение Хэцзявая. Он протянул ладони вверх с легкой улыбкой на лице. Нежелания и страдания были написаны на печальном лице Хэцзявая. Это была дополнительная сильная партия спального ладана, которая была сделана из материалов, которые он еле нашел. Сумасшедшая цена была одной составляющей ценности средства, но самая важная часть заключалась в редком основном ингредиенте. После долгой борьбы Хэцзявый все-таки сдался под бескомпромиссным взглядом Бэйфэна и, в конце концов, покорился его превосходству. Бэйфэн удовлетворенно кивнул, когда держал банку в одной руке и хлопал Хэцзявая по плечу другой. Неплохо, парень, ты способен подняться и поклониться, когда того требует ситуация. Я жду от тебя великих дел. Хэцзявый скривился от боли. Это было похоже на то, что медведь только что положил лапы ему на плечи, из-за чего его охватило оцепенение и парень сделал несколько шагов назад. Ну хорошо, забери всех этих людей, и ты будешь свободен. Да, а сколько времени понадобится для тех, кто попал в спящий газ, чтобы пробудиться? Спросил Бэйфэн без интереса. Похоже, он не испытывал никакого интереса к происхождению другой группы людей. Хэцзявый был так полон жалоб истинаний, что собирался заплакать. Но несмотря на это, он не осмелился еще больше подвергнуть себя гневу этого улыбающегося дьявола и мог только выместить свои эмоции на этих спящих злоумышленников. Целый день, по крайней мере, в течение этого времени они не проснутся, даже если рядом с ними раздастся гром. Кроме этого, побочных эффектов не будет. Правдиво сообщил Хэцзявый, прежде чем призвать пятерых мужчин, чтобы вытащить спящих красавцев. Группа была настолько огорошена, что просто потащила за собой дополнительное бремя. Один человек держался за одну ногу, волоча за собой тело, как мешок для мусора. Бам! Дьявол невезения позади Хэцзявый ударил его по голове на пороге, когда Хэцзявый прошел через главную дверь. Как будто они бежали от преследующего их особняка. Группа грабителей гробниц быстро исчезла с поля зрения Бэйфына. Что касается самого призрака особняка, то Бэйфын просто поднял тяжелый котел одной рукой и перенес его обратно в исходную комнату, насвистывая жуткую мелодию. После этого он вернулся в свою комнату и лег спать, как будто ничего не случилось. Хотя эти люди пришли за его котлом, но у них не было других злых намерений и, по крайней мере, казалось имели какую-то мораль. Таким образом он не стал больше задаваться этим вопросом. В конце концов, Бэйфын не был таким больным человеком, чтобы прибегать к пыткам и убийствам из прихоти. Конечно, это не значит, что он не был вспыльчив. Если бы эти люди посмели вернуться, Бэйфын, естественно, не стал бы уходить от возможности научить их незабываемому и мучительному уроку. Ханьдани и остальные шли по высушенной грязевой дорожке со слегка бледными лицами. Хотя они буксировали нескольких человек, их скорость не была низкой. Группа была сильно испугана. Только когда они добрались до деревни Цинлины и сели в микроавтобусы, они наконец сумели дышать с облегчением. Ребята решили, что никогда больше не вернутся в этот проклятый особняк. В этот момент один из мужчин посмотрел на перегруженный микроавтобус и спросил, «Босс, а что мы должны делать с этими людьми? Забудь про них, давайте для начала поедем». Ханьдань кипел от ярости, но сдерживался. Его тон был таким же, как и его имя. Он был спокойным и ледяным. Один микроавтобус, в котором они находились, был специально изменен для этой миссии. Задняя часть была полностью очищена, чтобы освободить место для котла, после того, как они его притащат. Но теперь, когда они не получили котел, задняя часть была занята кучей грязных людей, которые были сложены в кучу. Парень, который задал вопрос, быстро почувствовал настроение, в котором находился Ханьдань. Хотя тот еще не взорвался, он не хотел быть тем неудачливым парнем, который вызвал вулкан. Два микроавтобуса выехали из деревни Цинлин, очень торопясь. С ревом и визгом они неслись по извилистым горным дорогам, и их скорость ничуть не уменьшалась даже при прохождении острых углов. «Стоп, останови машину!» Внезапно заговорил Ханьдань, сидящий на пассажирском сиденье. Вззи. Минивэн резко, с визгом остановился, его даже занесло вдоль дороги на короткое расстояние. Водитель неуверенно посмотрел на Ханьданя, неуверенный в причине остановки в середине пути. «Выбрось шестерку этих дураков здесь!» Ханьдань сухо указал на кучу людей в задней части микроавтобуса. Водитель на мгновение молча взглянул на Ханьданя прежде чем сообразить. Быстро выйдя из микроавтобуса, он вызвал людей из другого микроавтобуса на помощь. Очень быстро шуга и остальные были раздеты до нижнего белья. Кожа на их кровавых обнаженных спинах вся была изодрана и исцарапана, на головах и остальном теле были ужасные синяки. Все это было результатом того, что их тащили большое расстояние по грунтовой дороге, от особняка Бейфына вплоть до деревни. Их одежда была собрана вместе и сожжена на огне. Склон был не очень высоким, и шуга с остальными скатились, как тряпичные куклы. Они неконтролируемо катились до самого низа и все еще глубоко спали, даже не пошевелив пальцем. После того, как шесть человек были спущены по склону, настроение у мужчин значительно улучшилось и они вернулись в микроавтобус. Все люди были такими. Независимо от того, как им повезло, до тех пор, пока они видят кого-то в более неудачном состоянии, они чувствуют себя намного лучше. Бейфын проснулся рано утром и только когда вернулся с утренней практики на горе, понял, что особняк уж очень тих. Только тогда он вспомнил, что Мистик один и все остальные были поражены спящим газом прошлой ночью. Качая головой, он вошел в одну из комнат и вышел с миской ядовитого вина. Защипывая носы каждого человека, он насильно влил порцию им в рот. Ху, как спалось. Прошло еще две минуты, прежде чем Байсян и остальные проснулись. Мистик 2 вытер слюну со своей щеки, лениво зевнул и потянулся с довольным выражением. Но вскоре он почувствовал, что что-то не так. Какого черта делал босс, стоявший перед его кроватью? Подождите, что, черт возьми, случилось с кроватью? Мистик 2 понял, что он лежал на холодной земле во дворе и с каждой секундой все больше недоумевал. С вашим уровнем осознания вы, вероятно, не узнаете, что умерли, даже после того, как станете призраками. Байфын беззвучно сжал губы, глядя на четырех смущенных сонь. Четверо неловко прочистили горло, подавленно слушая лекцию Байфына. Ладно, постарайтесь быть более внимательными в следующий раз. Пойдите и приготовьте что-нибудь на завтрак. Байфыну прикал четырех подопечных в течение нескольких минут, прежде чем отправить их. Он считал, что урок на этот раз был достаточным. Войдя в дом, Байфын почувствовал, что что-то забыл. Кажется, я что-то забыл. Он потер подбородок и сел в недоумении, правильно, где ненасытная и черная дыра. Байфын, наконец, вспомнил про двух маленьких волкодавах, заметив отсутствие шума, который обычно сопровождал игру азарных щенков. Один Теллин. Индивидуальные символы для имени Ханьдань означают холодный и сингулярный. Соответственно, в один прекрасный день призрачный особняк Байфына будет знаменит во всем мире. Глава 97. Рок судьбы Хуханьминя. Байфын долго искал их по всему двору, прежде чем, наконец, нашел двух маленьких щенков на клумбе, заросшей сорняками. Выпив несколько глотков лекарственного вина, двое маленьких волкодавов медленно открыли свои бусины и смутились. Увидев знакомую фигуру Байфына, они поползли вперед и лениво обхватили своими передними лапами его лодыжки, все время зевая. После насыщенного завтрака Байфын подошел к древнему колодцу и, подумав, вызвал белую нефритовую удочку. Интересно, распространится ли этот сонный газ после прохождения через рыболовный портал системы. Байфын достал банку, которую он вымутил у Хэтзявая, и вытащил оттуда палочку Ладана. Причина, по которой он запросил спальный Ладан у Хэтзявая, состояла в том, что у него было внезапное вдохновение, а что, если он приложит фемиам к крючку, зажжет его и отправит в мириады миров. До тех пор, пока Ладан не погаснет, его свойства, безусловно, будут полезны. Теоретически, если мощный спящий газ должен был появиться в критической точке его целевой локации и распространиться наружу во всех направлениях, пока цели были не защищены против газа и спят, разве не мог бы он свободно ловить рыбу, выбирая любой предмет по своему усмотрению? Конечно, сработает ли этот план все еще зависит от реальных условий на другом конце лески. Разрезав Ладан пополам, Байфын приложил одну половину к рыболовному крючку, а вторую аккуратно положил в банку. Затем он взял зажигалку и поджег один конец палочки Ладана, пока светло-зеленый дым не устремился вверх от него. После этого он быстро забросил снасть в колодец, молча молясь, чтобы Ладан не погас, проходя через вихрь. Ха-ха, сработало. Моя теория была правильной. Байфын взвизгнул от восторга, увидев, как Ладан продолжает гореть, проходя через портал. Однако Ладан горел гораздо быстрее, чем он ожидал. В этот момент Байфын почувствовал себя неуверенным, а что если он прогорит до того, как приземлится крючок? В одном мире из мириада миров, у подножия горы, очень похожей на гору Цинлин, стояла маленькая деревня. Часть людей в деревне, у которых не было особых навыков, полностью зависела от сельского хозяйства, чтобы поддерживать себя. Другая часть проводила весь день глубоко в горах, собирая дикие травы, чтобы продать в деревне за дополнительные доходы. Последняя группа людей была самой многочисленной. Они были охотниками, которые основывали свою жизнь на выслеживании и охоте на диких зверей. Хуханьминь был довольно тусклым мужчиной средних лет. Он был неамбициозен и немного ленился. Полагаясь только на сельское хозяйство, и хотя его условия жизни нельзя было назвать превосходными, он мог позаботиться о себе. Единственное, о чем он сожалел больше всего, было в том, что, будучи 40-летним парнем, у него не было никого, кто мог бы согреть его кровать ночью. Хуханьминь с тяжелым вздохом допил чашу с кашей, поднял мотыгу и вышел за пределы хижины. У Хуханьминя действительно был секрет, который он держал глубоко в своем сердце, тот, о котором он никогда не осмеливался никому рассказывать. Два месяца назад, когда он работал на поле, он натолкнулся на маленькую черную лису, которую преследовал орел. В то время он увидел, что у маленькой лисы был красивый блестящий мех, такой как шелк высшего качества и атлас. Таким образом, он сразу подумал поймать и продать мех животного за приличную сумму денег. Но к тому времени, когда ему удалось с большим трудом последовать за орлом, маленькая лиса уже бесследно исчезла. После этого дня начались странные вещи. На кухне каждый день стала появляться чаша каши. Удивительно, что, выпив чашу, он почувствовал теплое и комфортное чувство, распространяющееся по его телу. Как будто у него была неиссякаемая энергия, пока он работал. Господин, пожалуйста, задержитесь. Монах, одетый в старый и затертый набор халатов, которые, казалось, слишком много раз стирались, позвал его вежливым голосом. По отпрыгнув немного от того, что испугался, Хуханьминя обернулся и увидел 50-60-летнего даосского монаха. В одно мгновение его лицо изменилось, и он нетерпеливо махнул руками. Что случилось? У меня нет никаких лишних монет, чтобы дать вам. Старый монах, похоже, не слышал слов Хуханьминя. Вместо этого он продолжал пристально смотреть на него. Сэр, злой дух недавно привязался к вам, и я боюсь, что скоро вы попадете в неожиданное бедствие. Скоро, когда Хуханьминь уже устал от взгляда старого монаха, тот внезапно открыл рот и произнес предупреждение громким голосом. Хуханьминь был на мгновение ошеломлен, так как не был уверен, как отреагировать на неожиданные новости. Однако скоро он ухмыльнулся, глядя на старого монаха. Это, несомненно, было уловкой, чтобы напугать его и потратить деньги на какой-то фиктивный ритуал, чтобы избавить от так называемого злого духа и решить его неожиданное бедствие. Преподобный монах, есть ли у вас доказательства того, что злой дух привязался ко мне? Хуханьминь не верил ни единому слову старого монаха. Он улыбался, когда наблюдал за ним, ожидая, какие еще другие трюки изобразит старый монах. Цин Сун Цзэ с недоверием расширил глаза. Он действительно не говорил ни доброго, ни плохого. Это было редкостью, что он решил что-то сделать по доброте своего сердца, но человек даже не поверил ему. Но чем больше было неверие, тем больше Цин Сун Цзэ был настроен доказать этой деревне, что он прав в своем суждении. У Цин Сун Цзэ была странная насмешливая улыбка на лице, когда он спросил, не столкнулись ли вы в последнее время с какими-нибудь случаями, которые было трудно объяснить. Бум! Сердце Хуханьминя проскользнуло, когда он вдруг вспомнил миску с кашей на кухонном столе. Разве это не был необъяснимый инцидент? Будучи обычным парнем, каким он есть, Хуханьминь сердечно наслаждался кашей, не вдаваясь в подробности ее появления. Теперь, когда этот босский монах упомянул, что его беспокоит дух, Хуханьминь почувствовал, как все волосы на его теле встали дыбом. Преподобный монах, ты сказал, что злой дух прикрепился ко мне. В таком случае, какой злой дух? На первый взгляд Хуханьминь все же сумел уберечь себя от излишних забот старого монаха. Но на самом деле он уже начал верить его словам. У Цин Сун Цзэ была на лице легкая улыбка, когда он посмотрел на паникующего Хуханьминя. Какая шутка! Даже царственные особые дворяне легко брались за заботу о нем, поэтому на что может рассчитывать подобная деревенщина? С точки зрения этого бедного Доса, это, скорее всего, дух лисы. Цин Сун Цзэ загадочно опустил голос и посмотрел прямо в глазах Хуханьминя. Дух лисы. Глазах Хуханьминя раскрылись от потрясения. Рассказчики этих историй всегда говорили о лисицах, которые достигли более высокого царства и приняли форму человека, влюбившись в человеческих ученых. В этих историях лисицы были красивее друг друга и похожи на фей, спустившихся на землю. Может быть, маленькая лиса, которую я спас в последний раз, вернулась, чтобы отплатить? Хуханьминь глубоко задумался. Всякий раз, когда он думал о том, что девушка, такая прекрасная, что ее красота покоряет города и разрушает государство, усердно старалась появиться в его хижине каждое утро, прежде чем солнце даже поднялось, чтобы сделать кашу для него. Он ощущал щемящее и нежное чувство в своем сердце, как недостойно, что такой уважаемый монах, как вы, произносит такую глупость, только чтобы обмануть этого дедушку из-за нескольких монет. Убирайся с моих глаз. Цин Сун Цзы был все еще погружен в самодовольное чувство, в ожидании, когда этот отвратительный мужлан из деревни упадет на колени со слезами и соплями на всем своем лице, умоляя спасти его жизнь. А вместо этого к нему отнеслись с враждебностью и обрушили на него такой резкий поток вульгарных слов. Сэр, вы действительно являетесь целью злого духа. Если вы немедленно не изгоните его, вы встретитесь с огромным бедствием. Цин Сун Цзы был немного озадачен выговором, поэтому быстро взял себя в руки и продолжил пылко советовать. Он был, в конце концов, самоотверженным монахом. Разве это не были всего несколько резких слов? Спасение жизни стоило.